Так, прежде чем мы начнем, объявление, кто вдруг не знает, вчера поздно уже, считайте, было ночью, где-то в районе полуночи, первая глава нашего проекта 30пис уже появилась, смотрите предыдущее видео, которое сразу перед этой трансляцией идет, там все ссылочки есть, где почитать, чего мы с вами, в общем, нафинансировали. Я думаю, что получилось интересно, и стиль хороший, надеюсь, что все будет интересно. Так, ну, про сам фильм в двух словах, я, честно, вот настолько же, насколько мне близок и приятно смотреть Солярис, настолько же от меня, в общем-то, далек Сталкер, вот, но как бы за него публика проголосовала, поэтому мы его разбираем или попробуем, по крайней мере, надеюсь, что что-нибудь умное мы скажем. Но я, честно, для удовольствия этот фильм не смотрю и вряд ли когда-нибудь, ну, не знаю, нет, зарекаться не буду, ладно, может, когда-нибудь мне откроется глубина в этом фильме, но у меня о нем так очень такое, ну, как сказать, не то, что я считаю его там полная фигня, но у меня о нем как бы ничего особенного, скажем так, и все, просто ничего особенного. Так, никто руку пока не поднимает, мне начать. Да, добрый вечер всем, всем, кто у нас на сайте, добрый вечер всем, кто у нас на ютюбе и добрый вечер всем, кто у нас в зуме, кто готов, готов поразбирать Тарковского еще раз. Ну что, мне, значит, сделать, закинуть, так сказать, удочку со своей стороны, я просто начну, наверное, с не очень, с не очень приятного, скажем так. Так, если вам фильм нравится, то вам может не понравится то, что я скажу. Так, что-то у нас очень тихо, наш кинопроектор вращается, давайте его чуть-чуть прибавим. О, как-то так. Тогда я конспект запускаю сразу, да? Вот. Чего мне в этом фильме видится и почему мне не особо-то нравится? Потому что он как бы выглядит, для меня он выглядит сырым, ну, сырой вот фильм какой-то, какой-то он недоделанный. И я, в принципе, ну, знаю и просмотрев некоторую там информацию про создание фильма, понимаю, почему он сырой. Потому что его снимали фактически трижды. Там какие-то, говорят, кто-то говорит, что было необыкновенно круто снято, кто-то говорит, что ничего особенного, и все, в общем, получилось так, как и было. Никакой разницы особенно нет. Но, в общем, это третья пересъемка фактически, и она снималась, что называется, почти без денег. То есть, типа, нужно было уже хоть что-нибудь снять, и вот это хоть что-нибудь сняли. И, вероятно, вот эта бедность на спецэффекты, и там... Я просто не могу отделаться от мысли, что, например, когда смотришь в Solaris и видишь, допустим, длинный какой-то план, то почему-то ощущается, что тут действительно какой-то смысл есть, и план красивый, и так далее. А здесь такое ощущение, что действительно местами нужно было просто заполнить эфирное время. Из-за этого все вот это растянуто, все это снято там, что называется, на подножном корму, без всяких там, без особых декораций, без ничего. Ну, освещением поигрались, да. Попытались очень много свалить на актерскую игру. То есть, актеры, ну, актеры вложились, это видно. Но мне кажется, что, честно, фильм не особо много потерял бы, если бы из него сделать радиоспектакль. То есть, вообще убрать визуальную часть, просто убрать ее. Я думаю, эти актеры справились бы вполне, они бы нормально изобразили примерно те же диалоги. Естественно, это по-другому бы смотрелось, это было бы другое произведение. Ну, в общем, мне кажется, что было бы неплохо. В общем, я вот при просмотре этого фильма не могу отделаться от ощущения, что я вижу третью пересъемку, которую снимали уже без денег. И мне интересно, что же там было в первом варианте. То есть, может, там была картинка все-таки, как в Солярисе, как в Рублеве и так далее. Может быть, была, но может и не был. Вроде существуют люди, которые видели этот первый вариант, который погиб там из-за неправильной лабораторной обработки. Сначала типа запороли по химообработке эту пленку, а потом она еще и сгорела в пожаре до кучи. Ну, просто как, не знаю, рок какой-то, что ли. Ну, вот как бы уже из остатков, мне так кажется, сделали то, что сделали. Ну, и поэтому она так странно смотрится, и такие гигантские расхождения с сюжетом книги. То есть, он вообще ничего близко не имеет похожего. И даже сценарий, скорее всего, наверное, переписали под съемку второй и третий раз, потому что денег было меньше и меньше каждый раз. И вам нужно как бы из ничего сделать как бы фильм, снятый вот буквально на натуре, и все. Поэтому, что было, то вложились там. Чуть-чуть техники военной прибавили. Это уже почти чудо было на третий раз. Какая-то очень дорогая оптика для съемки. Какая-то гигантская там камера, лезли с гигантскими линзами. И, в общем-то, типа и все. Ну, Артемьев там кое-что сделал со звуком. Кстати, я думаю, что он бы вот с радиопостановкой бы замечательно справился. Возможно, даже лучше было бы. Вот, собственно. Ну что, давайте тогда послушаем, кто готов высказаться. Алексей, я так понимаю. Прошу. Добрый вечер еще раз. Меня слышно? Да, слышно. Добрый вечер. Давно уже слушаю серию обсуждений, но вот первый раз решил поучаствовать. Так что на новенького. Ну, надо сказать, что фильм этот мне, честно говоря, достаточно нравится. Вот, я, в общем-то, не принуждаю его там любить, как-то там восхищаться. Но вот выскажу свое субъективное мнение. Фильм я смотрел несколько раз. Там, первый раз в подростковом возрасте. Вот, для меня это было просто, ну, что-то интересное. Там, главные герои где-то лазают по заброшенным местам. Ну, что-то вот такое созвучное моему детству. Вот. А дальше вот выяснилось, что очень-очень много мыслей было созвучных мне. Вот, так, про жизнь. Ну, это уже там годам к 30, когда посмотрел второй раз. Вот, особенно диалоги писателя, ученого. Вот. А сейчас, пересмотрев перед нашей встречей еще раз, вот вчера, я вижу, что тут действительно очень сильна религиозная тематика. То есть, ну, я, конечно же, читал и Стругацких, первоисточник, но у меня как-то вот Стругацкий отдельно, сталкер вот в данном случае как фирма отдельно. Вот каких-то вот параллелей, кроме вот самой идеи, там, комнаты и каких-то вот этих вот аномалий, в общем-то, я не нашел, ну, или не искал скорее. Вот с точки зрения религиозной тематики, я бы сказал, что это вариант религиозного разговора для неверующей или нерелигиозной публики. Скажем так, религиозная притча для старших научных сотрудников младшего возраста, как их обозволили Стругацкие. Тут прям вот аналогии очень такие сильные. То есть, вот, поход в комнату с риском для жизни, вот, долго до ней добирались. Это вот как комната, как какой-то храм, как, там, не знаю, возможность пообщаться. Ну, тут про Бога-то в прямую ничего не говорилось. Может быть, из-за того, что фильм-то в советское время снимался. Ну, может быть, и просто, чтобы, ну, Бог подразумевался или как что-то такое. Тут вместо Бога было, ну, какое-то такое вот обозначение только. Ну, аналогии-то очень сильные. Сталкер как святой или как какой-то вот, ну, не проповедник. Он особенно ничего не проповедовал. Ну, вот, он именно как вот человек, который приводит к чему-то там, но не к Богу. Ну, вот, чтобы люди заглянули в себя. Ну, там, не зря цитаты из, по-моему, из Нового Завета. Вот, причем прямые. И интересно, вот, ну, много разных мыслей. И просто, допустим, очень явно подчеркивается, что все понять и следовать, ну, невозможно. Ну, что, собственно, писатель говорит. Вот, диалог у них на стоянке. Что тоже мне психологические бездны. Набьем-ка мы рюкзак манометрами-дермометрами, проникнем в зону нелегально, и все чудеса поверим алгеброй. То есть, прямо религиозная мысль о некотором непознаваемости. Ну, в общем, для меня лично фильм очень многоплановый. Фильм, к сожалению, очень... Ну, никак нет, не к сожалению. Он же заканчивается тем, что герои-то, в общем, ничего особенного в себе-то не нашли. И ни к какому богу-то они особенно и не пришли. Ну, в зону не уничтожили, там, эту бомбу разобрали, выбросили. Но они же, в общем-то, такими же неверующими вернулись из зоны, как и шли. Только шли они с некоторой надеждой, а вернулись-то они без нее. А, собственно, вот голос за кадром об этом и говорит, об их, в общем-то, неверии. И сам сталкер, он, в общем-то, и даже сокрушается, ну, или автор словами сталкера сокрушается, что, ну, в общем-то, это было зря, что люди ни во что не верят. Ну, фильм этот скорее под настроение или под какое-то там психологическое, не знаю. Это, конечно, не американское кино, и тут какие-то спецэффекты, мне кажется... Ну, я не знаю историю создания фильма, там, про копию не знал, ну, как-нибудь почитаю, поищу даже интересно. Но вот такой бедный видеоряд, он же, мне кажется, специально. Тут не предполагается, ну, какого-то вот отвлечения зрителей на какие-то спецэффекты. Это да, это скорее для, ну, даже не для радиопостановки, я бы сказал, это, возможно, даже для театральной постановки. Там, условно говоря, там какая-нибудь сцена, очень все скромные, пару стульев, там, какие-нибудь, не знаю, ветошь развешана. То есть здесь только вспомогательную роль играет видеоряд. Тут действительно все держится на актерах, ну, на музыке Артемьеву, да. Она, ну, достаточно сильная. Вот. Ну, хотя, конечно, в определенные моменты, вот, видеоряд, мне тоже очень нравилось. Там, опять же, на стоянке вот этот вот видеоряд со шприцами, вот вода на кафельном полу. Вот. Но это такое, как бы, очень ассоциативное. Каждый может понимать своя ассоциация. Вот. И что-то сказать, что вот это означает это, а это означает то, ну, нельзя. Это такое рассуждение героев о смысле жизни на фоне некоторой абстрактной картин. Вот так можно было бы сказать. И если бы были какие-нибудь, вот, ну, взяли бы и пересняли сталкера, добавили каких-нибудь вот там спецэффектов, не знаю, там, скелетов там набросали, каких-нибудь погибших людей, вот, технику, ну, что-нибудь вот такое. Не дай бог еще что-нибудь из игры сталкера, ну, вот, из компьютерной игры добавили. Ну, это тогда бы вообще, на мой взгляд, бы, это разрушило весь смысл фильма. Ну, или, по крайней мере, смысл того, что хотели бы нести. Вот. Ну, это такая моя первая реакция, вот, потому что я, честно говоря, совсем по-другому это воспринимал, как Сергей. Вот. Ну, как бы, в каждом своем восприятии. Ну, пока все. Благодарю. У меня, честно говоря, вот по тому, как, ну, собственно, как фильм снят, как мы его знаем, у меня сложилось подозрение такое, поскольку весь фильм, вот, ну, когда, ну, после книги смотришь его и думаешь, что, ну, сейчас хоть что-нибудь должно произойти, должна появиться там, ну, либо какая-нибудь комариная плешь, либо там еще что-нибудь, какие-нибудь предметы эти вот волшебные, которые они, собственно, зачем они туда ходили-то? Они же не на экскурсии туда ходили вообще-то. мясорубка, да, типа, так она там изображена. И в итоге ничего этого вообще не происходит. Человеку, которому было обещано, что если он назад пойдет, то он точно погибнет, он просто вернулся назад, да, каким-то там... То есть у меня сложилось такое подозрение, что сталкер, собственно, возможно, ну, есть вариант, что он просто помешавшийся человек. Там есть, в принципе, на этом намеки, что на него крыша съехала под воздействием чего-то. Про это, я думаю, мы еще поговорим. От чего, собственно, у него крыша съехала, от чего у него дождь такая, там, есть ли там какие-то более рациональные объяснения, чем воздействие инопланетян, так сказать, сценарий, не включающий воздействие инопланетян. У меня подозрение такое возникло, что в этой зоне вообще ничего не происходит, вот так она в фильме показана. То есть никаких таких ловушек нет, никаких смертей нет, просто это зона отчуждения почему-то, например, потому что это действительно химический завод, как он и есть там, да, на этом, на видеосъемках. Почему актеры-то, говорят, все там напогибли, и даже, вероятно, сам режиссер тоже пострадал. Просто из-за остатков всяких химореагентов. То есть отчудить зону, зону отчуждения сделать можно по массе причин, не включающих инопланетян в себя. Вот. Но водить в такое место экскурсии может быть вполне себе прибыльным делом, таким рискованным, для человека без профессии может быть. Вы же знаете, да, что существуют туры под Чернобыль, туда народ ездит тоже. Ну, вот ищут люди приключений себе. Есть проводники, которые туда их водят. Ну, они там более-менее знают, как там, где там, чего. Ну, вот могут вас там провести. А эти люди потом постят какие-нибудь там фотоальбомы в инстаграмах, там, ЖЖ и прочих. Мне возникло ощущение, что по тем этим типа ловушкам, которым он их водит, на самом деле никаких ловушек там нет. Вообще никаких ловушек нет. Это как бы, с чем это сравнить-то? Помните, такой мультик был советский по какой-то сказке там про, как там царь, значит, в пылу выдал дочь за нищего, и нищий повел ее, значит, типа через всякие, через приключения. И он ее вел там с завязанными глазами, говорит, тут пропасть, прыгай, она с завязанными глазами прыгает. Тут типа пещера, низкий потолок аккуратно, сам палку подставляет, типа нагнись. Вот у меня сложилось ощущение, что вот он их так примерно водит. То есть это типа аттракцион, имеющий какое-то отношение к, не знаю, психотерапии. То есть что-то такое среднее между мистерией, не знаю, как это назвать, мистерия, путешествия, психотерапия и мошенничество, конечно, тоже тут явно присутствует. Я так понимаю, что и комнаты никакой нет, а есть какая-то вот этот вот каменный пол за заваленные шприцами там, видимо, продукции того, чего там раньше производили. И он их просто по ним проводит. Ну, как бы такая индустрия сложилась вот около такой вот огороженной охраняемой зоны. То есть я сейчас так по фильму просто получается. Вот у меня такая трактовка, что в этой так называемой зоне не было ничего инопланетного, вообще ничего. И там, куда он кидает гайки, ничего не происходит. И возвращаться можно куда угодно. И ни одного там подвижного живого существа нет. И нет ни одного, ну, скажем так, артефакта, да, который можно было бы реально за что-то такое выдать и продать. Вот такое у меня ощущение. Александр, прошу. Добрый вечер. Слышно меня хорошо? Да, слышно хорошо. Так, ну, у нас вот так получилось, что третий раз подряд идет обсуждение Road Movie, как это называется, да. Вот, то есть фильм, который про некую дорогу рассказывает. Ну, вот «Сталкер» фактически третий фильм из такой серии. Вот, ну, я как бы вначале хотел сказать, вот Сергею вот как бы сообщить, не знаю, он, наверное, не знает. Вообще, в принципе, сценарий фильма переписывался около десяти раз с Тругацкими. То есть Тругацкие писали, то есть они сначала обсудили с Тарковским, написали сценарий, обсудили опять, заново переписали, обсудили, заново переписали. В общем, в итоге он их довел до того, что они уже там разругались, а чуть они вдрызг. И вот на десятый раз он там в какой-то санаторий приехал, где они переписывали сценарий, и он опять с ними разругался, схватил тот сценарий, выбежал и был дико счастлив. Я, говорит, наконец-то получил тот сценарий, который я хочу снять. Вот так вот. Так что там, в принципе, с самого начала разговор шел не о том, чтобы снимать кино по книге, а снимать то, что именно хочет Тарковский снимать. В принципе, он и Солярис хотел снимать, как всем в принципе известно, вообще в одной комнате, где никакой станции, ничего нету, просто ему как бы не дали там в силу причин это делать. И вот, ну, про Солярис, что получилось, то и получилось. А тут как бы его особо никто не контролировал. Ну, и в итоге вот он, как он сам говорит, с третьей попытки ему удалось снять. Вот. Ну, в принципе, также есть вот разборы чуть ли не каждого кадра из фильма, и там, ну, скажем так, далеко не все так просто и так вот. Ну, это такие вот возражения. Насчет того, что там скелетов нету, они есть там скелеты. Там вот есть такой момент, да, когда они около комнаты стоят, и там вот такое нечто темное находится. И вот если яркость поднять вот на плеере, да, то там видно, что там два скелета, ну, как будто любовью занимаются. Типа мужской и женский. Там что-то про любовь говорят вот так вот. Просто это так затемнено, что, в общем, надо видеть это все, выглядеться. То есть, есть там и скелеты, и все нормально, короче, с этим. Так, ну, теперь уже к самому фильму. Фильм-притч Андрея Тарковского «Сталкер». Ну, с моей точки зрения, во многом является развитием фильма «Солярис». И очень хорошо, что мы эти фильмы обсуждаем в правильной последовательности. Сначала мы обсудили «Соляриса», а теперь переходим к «Сталкеру». Ну, в принципе, связи между героями достаточно очевидны. Тот же самый ученый Сарториус – это профессор, Снаут – это писатель, Крис Кельвин – «Сталкер», океан «Солярис» – «Зона», да? Параллели прослеживаются. Ну, понятно, что тут все равно другие персонажи. Ну, не сказать, что это развитие, но все равно вот эти как бы четыре персонажа основных, они между собой как-то вот связаны, и в каком-то смысле этот фильм, он как бы дальнейшее развитие, что ли, того же самого «Соляриса». Вот, ну и давайте-ка начнем с того, что называют зоной. Фактически с понятием зона человечество познакомилось именно благодаря этому фильму. Повесть «Пикник на обочине» вышла в 1972 году в очень закрытом журнале, да, и прочитали ее. Очень мало народа, а то, что потом выходило, оно было сильно покоцано, и фактически в полной версии она вышла только уже в перестройку. А фильм «Человечество» увидело в 1979 году, и он достаточно, ну, если не у нас в стране прошел широко, у нас он достаточно своеобразно показывался, то в мире-то он, в принципе, был известен уже и был знаменитым фильмом. И поэтому понятие «зона» в культуру вошла именно как образ из фильма. И как только этот образ не трактовали. Вот посмотришь там в обзорах, кто-то называет зону «заграницей», кто-то, наоборот, называет «СССР», кто-то называет зону там «тюремной зоной», да, кто-то на Чернобыль там ссылается, кто-то как на Бога ссылается. Даже он встречался таким, что зону обождествляют как так называемую женщину-природу. Мясорубку, которую там в фильме показано, вагиной называют, комнату, соответственно, маткой называют, ну и так далее. То есть такие вот у кого-то ассоциации возникли. Но у меня вот в жизни как бы два момента было, когда тоже вот образ из этого фильма пришел в голову. Это однажды я по недостроенной заброшенной электростанции посещал тоже там эти индустриальные объекты там, все такое заброшенное все, и вот тоже мне ассоциации с фильмом возникли. Вот надо же, куда я попал-то, как раз в зону попал. Ну а второй момент тоже был, я на лыжах катался там, метель была, ну не метель, ветер был очень сильный, никого нету, в общем, в Италии было там, в общем, народу никого нету, ветер сильный очень, прямо с ног сдувает, при этом яркое солнце там, горы красивые, людей вообще никого нету. Вот тоже вот такое сюрреалистичное вот ощущение. Едешь, ты не можешь вперед ехать, тебе ветер дует, просто не дает тебе вперед ехать. И никто не поможет, ничего не сделать. Тоже вот такое вот ощущение, я тоже вспомнил, вот надо же, опять в зону попал. То есть вот этот образ, он вот именно и через фильм вошел, и волей-неволей уже, когда или книгу там читаешь, или какую-то вот к этой вселенной прикасаешься, то условно, скажем так, к вселенной зоне, то все равно ассоциации с фильмом Тарковского-то и возникают. Ну, давайте посмотрим, что такое зона. Зона – это фактически участок бытия. Этот участок закрыт для людей охраной. Ну, тут же вспоминаем планету Океан Солярис, да, она тоже отделена от основной массы людей, которые где-то живут, именно космосом. Проникнуть туда можно, но это, как говорят, очень опасно и сложно в одиночку это сделать. Ну, возможно, воспользоваться услугами платными проводников, сталкеров. Ну, обычный плоский или предсказуемый быт, бытие человека в фильме показаны в начале и в конце фильма с помощью черно-белой пленки, да, черно-белых тонов. А зона, в свою очередь, показана в таких мягких разноцветных тонах, тоже темноватого цвета. Вроде в зоне все обычно, та же трава, цветы, брошенная техника, развалины в разных зданиях, ну, все как везде вроде как. Людей нету, только есть странники. Но сталкер говорит, что тут пространство изменено, закольцовано. Ну, там показана сцена, когда они ходили около стены с плиткой, да, где профессор свой рюкзак забыл, и потом неожиданно опять туда вернулись, там, по-моему, они три раза-то возвращались. Короткие пути в зоне, неправильные, расставлено куча смертельных ловушек, и вернуться по пройденному пути невозможно, надо другой путь выбирать. Время, по его словам, тут тоже идет по-другому. С одной стороны, интенсивность, с разной интенсивностью идет, а где-то даже вообще, возможно, закольцовано. Гостей, как в Солярисе, мы в этом фильме не видим. Но, со слов сталкера, зона наблюдает за странниками и реагирует на их душу и их поведение, и соответствующим образом меняет себя. А как она это меняет, какие закономерности, если это угадать невозможно. Потребительское, ну, такое отношение, какое сейчас распространено у человека к природе и к людям, ну, и также попытки такого же отношения, например, к Богу, в зоне, в принципе, невозможны. Даже заветная комната исполнения желаний не есть получение того, что хочется вошедшему в нее. Магия всевозможная и потребительство зоны невозможно. Исполняется ведь самое сокровенное желание, которое человек сам не знает даже, скорее всего. Сталкер говорит об этом свойстве только у комнаты своим странникам. А перед походом в зону он об этом молчит и ничего не говорит об этом свойстве у комнаты. Хотя все, в принципе, имеют определенное представление. Также известен факт, что побывавшие в зоне люди меняются. Те, кто туда ходят постоянно, как сталкер, считают зону своей стихией и лучшим местом, где хочется жить постоянно. Где одно влияние зоны, так, где хочется жить постоянно. Еще одно влияние зоны на, как скажем так, обычное бытие, да, черно-белую оболочку зоны, это то, что у сталкеров рождаются странные дети, а у посетителей есть шанс, что они будут жить по-другому, скажем так, многомерно в текущей жизни. Вот. И также, ну, в фильме говорится, что зона постепенно распространяется и заполняет, захватывает обычное черно-белое бытие, где живут обычные люди в обычном состоянии. Ну, также ничего и не говорится, что эта зона – это плохо или хорошо. Зона, она просто есть. Она, скорее, чисто вот по образу, по понятиям, как вот, по понятию того, как Тарковский говорит, ближе к античному, живому, безличному космосу. Многомерно многообразное, ну, это термины современной математики, бытие в зоне, чудесами, сложным пространством и временем. Ну, вот подобная структура бытия, она в книге «Диалектика мифа» у философа-неоплатоника Лосева описана как раз. Вот, а очевидное, суетное черно-белое бытие – это только оболочка. А внутри оболочки закрытая охрана и зона. Каждая точка, каждый момент времени получается многомерно многообразными. фильм «Сталкер» – это приглашение для зрителя, ну, в такое бытие, да, фильм как икона такого бытия или как, скажем так, мистерия, что ли. Ну, закономерный вопрос. Есть ли за зоной личный, например, аврамический бог или какой-нибудь безличный бог, например, буддистская нирвана? В фильме про этого нет ничего. Ну, поэтому, в принципе, я считаю, «Сталкер» – фильм – это не про религию, так же, как и фильм про «Солярис», как и фильм «Солярис». Возникает вполне закономерный вопрос у зрителя, как и у писателя в фильме. Профессору, в принципе, пофиг на такие вопросы, у него своя задача, какая потом позже мы увидим. А может, и нет никакого такого сложного бытия? Зона – просто заброшенный пустырь. Все это придумал «Сталкер» и просто дурит голову за деньги посетителям. Ну, и тут мы переходим к одной из важнейших тем фильма – это к теме веры, да? Ну, вера в обычном понимании – это признание существующим какой-либо мысленной фантазии, переживания или образа, проверить которой, в кавычках, «объективно» невозможно. Ну, в принципе, давно замечено, что если следовать такому подходу, то путем несложных рассуждений можно перейти вообще к отрицанию реальности, объективности, разума и мира. И по факту все оказывается предметом веры. Этот парадокс называется известным философским демоном Декарта. Есть такая философия, как бы, ну, мысленный эксперимент. Поэтому для определения веры лучше определением апостола Павла воспользоваться. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым. Это к евреям 11.1, известное определение его. Ну, в начале феи-фильма мы фактически встречаем профессора и писателя, которые верят только в обычное черно-белое бытие. Ожидаемо для них только обычные текущие события. А предметы, люди, животные – это все и есть вот их невидимое. А они уверены в нем. А в основе любого, фактически, в основании любого познания лежит факт веры. Именно вот в таком вот понимании. Ну, конечно, при этом никто не гарантирует, что есть еще что-то другое. И важно тут, по фильму важно не атрофировать у себя орган веры. И при встрече с другим не пытаться обесценить другое и свести все к фантазии. Фактически, ну, фильм-то и об этом. Ну, перейдем к персонажам фильма. Итак, профессор. Ну, примерно параллельно или чуть позже Николай Гринько играл профессора в другом культовом фильме, точнее, сериале для детей. В фильме профессор – это ученый, видимо, который был так поглощен своим познанием мира и наукой, что проворонил даже свою жену. Такой, получается, Сарториус и Соляриса почти на пенсии. Профессор, в отличие от Сарториуса, в фильме почти ничего не говорит. Не спорит ни с писателем, ни со сталкером. Он немного неуклюжий и выглядит, как человек, который очень давно выбрался из своего города, просто, который очень давно не выбирался из своего города, просто даже на природу обычную. А тут попадает в зону. У него цель – это не получить отчисление каких-то желаний, зачем обычно другие люди за деньги ходят в зону, а взорвать комнату желаний для блага для человечества. Тут мы можем вспомнить Сарториуса с его желанием обработать Солярис с жестким излучением. Вдруг кто-то из злодеев магическим образом воспользуется этой комнатой для своих страшных замыслов. Но после того, как профессор узнает, что с комнатой такие штучки не проходят, цель его похода царяет смысл. Получается фиаско многолетних очевидных замыслов на благо человечества, крушение многолетней веры. Оказалось, что в комнате профессор шел за обманом и призраком. И напрасность всех его жертв – это жертва научной работы, жертва друзей, его коллег, семьи, жертва одержимостью идеи создать бомбу, спрятать ее и хранить потом. И в итоге даже обесценилась и жертва собственной жизни. Ведь его же сдала смерть после взрыва этой бомбы. Ну и вот именно около комнаты у него вот это осознание происходит, пустоты вот этих всех его затей. Ну, следующий персонаж – это писатель. Ну, благодаря своему творчеству у писателя есть все, что обычные люди хотят взять от жизни. Это интересная работа и радость творчества, признание, много денег, особняк, слава и власть. Власть тут выражается, власть над умами людей. Женщины, наверное, неограниченные любые какие угодно. Даже в этой дыре в городе около зоны он умудрился найти красавицу, и она готова отправиться с ним в опасные приключения. Но у писателя проблема. Он получил все от жизни, и ему это все присытилось. Он разочарован в таком полном, но черно-белом бытие. Он побухивает. Тут же вспоминаем Снаута, да, он тоже там втихаря на Солярисе побухивал. Но алкоголь для него – это лекарство. При этом он как бы разочарован, толкает синичные жестокие речи. Ну, Снаут тоже любил поговорить, но, скажем так, поменьше и помягче. Для писателя поход в зону – это новое дорогое развлечение, что он еще в жизни не проходил. Еще тайное желание попросить у комнаты нового, неведомого ощущения жизни, а не состояния циничного, желчного, присычившегося всем зомби. Выздороветь так и стать не живым мертвецом, а живым человеком. Когда он перед комнатой узнает про ее особенность, писатель просто боится своих сокровенных желаний и сливается, и дальше не хочет идти. Вдруг после комнаты выйдет что-то другое, как у дикобраза-сталкера. И у него как бы происходит облом всего, облом его желаний. Приходит осознание, что остается ему только дома сидеть и побухивать в своем особняке до конца жизни. Ну, следующий персонаж – это сталкер, да? Это главный, величественный, харизматичный герой фильма – мужчина. Он ходок-экскурсовод в зону. Тюрьма, захождение в зону, материальные проблемы, ужасный быт, больной ребенок, как последствия его хождения в зону – все это для него старично. Однажды, вкусив это многомерно-многообразное бытие, зона стала смыслом жизни и верой сталкера. Там в зоне хорошо, лучше всего. Это его жизненный путь. Быть не просто заходящим в зону, а переселиться в зону туда вместе со всей семьей. При этом сталкер – не человек античности. Он не отождествляет себя зоной. Он также не человек средневековья. Зона тут находится, в этом мире, а не какой-то альтернативный мир и так далее. Это обычный мир, но преображенный многомерно-многообразностью в многомерную многообразность событиям, прошедшим 20 лет назад. А какое это событие было, это в принципе не важно. Зона, она рядом и фактически проникает в обычную жизнь. А сталкер у нас – это вполне современный человек, человек нового времени. Он возвышается над зоной, потому что он ее исследует. Но исследует у него не потребительски, а с любовью. Зона для сталкера – это не божественная субстанция. Никаких жертв и всяких обрядов в зоне он не приносит. Но относится к ней с уважением. Возможно, никто, кроме сталкера, и не понял, что такое зона. Он один такой. Странный юровый девы для охранников, полиции, клиентов, и даже, возможно, для собственной жены. Сталкер удивительно спокоен по отношению к безобразиям, черно-белой жизни, к страстям, к пустым эмоциям, наказанием за походы в зону, к общественному статусу спутникам, к отношению к себе и к всевозможным разочарованиям. В отличие от травмированного Кельвина из Соляриса, Кельвин выступает пациентом, а сталкер – это понявший все про черно-белый мир человек и проснувшийся к зоне исследователь-врач. Самое интересное в «Сталкере» – это неверность своему мужскому пути, а его поведение в стихии зоны, в месте, где все по-другому происходит. Ну, фильм, по сути, это как бы такое первоначальное пособие о том, как вести себя в ситуации, если вдруг ты оказался в зоне, если вдруг там время начинает меняться, если пространство начинает меняться, все крутиться начинает и так далее, если вдруг простая оболочка бытия, лопаться начинает. Ну и также фильм говорит о притягательности такой жизни. Если раз попал в зону, и у тебя еще орган веры не атрофировался, то обратно уже очень сложно, как бы, вкусил один раз, и еще туда хочется. Но при этом «Сталкер», конечно, не сразу стал таким. И фактически он прошел, в общем-то, в зоне обучения такой реальности, а сейчас мы уже видим обученного, скажем так, человека, который там уже своим, считаю, является. При этом миссия «Сталкера», что он никакой не духовный отец, который скармливает свою пасту, он также не мудрый духовник. Ну, хотя я тоже такое толкование встречал, там, особенно в псевдоправославных толкованиях фильма. В фильме он просто проводник. Своим спутником «Сталкер», дает почти полную свободу в зоне. Для профессора и писателя прозрение наступило у комнаты, и нам не показан главный этап истории – это возвращение обратно. Важен сам путь по зоне со «Сталкером» и возвращение оттуда. И в конце фильма, в сцене, в баре, мы видим уже совершенно других профессоров и писателей. Не таких, какие они были в начале, не таких, какие они в комнате были, а уже совершенно изменившихся людях и сами, видимо, еще не понявших, что с ними произошло, какое изменение произошло. И вот в этом-то, в принципе, и заключается вся миссия «Сталкера». Именно вот в прогулке по зоне. Спутники освободились от «очевидных», в кавычках, знаний призраков своих иллюзий. А «Сталкер» оживил орган веры у своих спутников. Ну и также еще фактически четвертый персонаж в фильме «Сталкера» это жена «Сталкера». Ну в начале фильма она сцену разыгрывает, чтобы «Сталкер» не шел в зону. Сцена, в принципе, это сплошные эмоции, ведь она знает, что «Сталкер» пойдет в зону в любом случае, как бы ему не угрожай, не ставь эмоции, не ставь ультиматумы всевозможные. Ну просто для нее это просто вывод, выход эмоций к любящему человеку. Ну Тарковский считал, он в интервью об этом говорил, что роль женщины – это идти вместе с мужчиной по пути, по пути, который выбрал мужчина. И фактически речь «Жены Сталкера» в конце фильма – это как раз трансляция этого взгляда режиссера зрителю. Но я ее называю «речь не так уси». Ну есть соблазн толковать этот фильм как взгляд на одного героя, что все происходящее в фильме – это взгляд одного героя. И в принципе так оно и есть. Этот герой – автор фильма Тарковский. Про свое творчество Тарковский так говорил, зачем повторять творение Божие? Человек сам творец. Нужно творить свои миры. И сталкивали, как раз мы видим, такой результат. Тарковский говорил, что в этом фильме им удалось выразить почти полностью себя. И сделал он работу хорошо. То, что он именно хотел сделать. И фильм, в принципе, он достаточно простой и очевидный. И нету там никаких особо скрытых смыслов и зауми разный. Вот в фильме есть все. Смотрите фильм. Эти слова режиссер также сказал про свое кино в одном из интервью, когда его там про всякий скрытый смысл спрашивали. У меня все. Благодарю. Ну, я только... Что я хотел отметить? Да, трактовка, что это один человек, естественно, напрашивается. И, собственно, у меня, например, напрашивается, когда мы узнаем, что один из них – это профессор, а другой – писатель, то у меня автоматически всплывает в голове фраза «физики и лирики». Я так понимаю, это было, видимо, в этот момент это было такое в зубах застрявшее во всей интеллигенции, это вечный спор. И можно трактовать их, то, что они между собой обсуждают, это, в общем-то, разговор внутри головы этого сталкера. Потому что если предположить, что он на самом деле не в себе, а там есть намеки, что он не в себе, то, возможно, нет у него никаких спутников. Не только зоны нет, но и спутников нет. То есть, может, он просто шприцом тем самым укололся, который там на кафельном полу лежал. И, собственно, все остальное ему видится. Можно и не такое увидеть, в общем, если правильно себе там вколоть. По поводу веры, я, честно, не понимаю… Я, естественно, видел такое, там и анализы, и там они очень много раз произносят, и Евангелие цитируют. Я бы так сказал, что по Евангелию веры, как по-мягче сказать, не все равно, во что вы верите. То есть вера не является самоценным фактом. Типа я верю во что-то. Во что? Ну, в инопланетян верю, например. Вот как товарищ сталкер, видимо, верит в инопланетян. Возможно, на самом деле верит. То есть он уверен, что пролетали инопланетяне. И он в это верит. Это что, заменяет весь поиск духовности? Типа я верю в инопланетян? Типа я верю, я не знаю, я верю. И все, верю. Вера-то, она должна быть обращена. Почему, собственно, например, христианство очень плохо относится к обожеслению природы, наделению всяких вот этих вот духов, которые даже... Она даже признает христианство, что они существуют. Мы когда символ веры произносим, мы говорим, что веру творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. То есть символи веры постулируются, что да, есть невидимые создания. Но только они все сотворены. Это все тварные. И поклоняться тому, что не является творцом, а само сотворено, типа это богохульство. То есть поклоняйтесь не творцу, а творению. Это буквально в смысле слова идолопоклонничество. То есть если предположить, что там сталкер со своими странным мировоззрением относится к какому-то участку земли, неважно, к какому сейчас даже вообще, чтобы там не было на этом. Если он относится к нему как к божеству какому-то там, то, что он считает ее живой, фиг с ним. Там как бы это, ну, подобное, живое, да. В принципе, можно сказать, что природа вся живая. Экосистема любая живая. Но относиться к ней как к чему-то... Ну, фактически он ее почти как бы верховным божеством, да, он ее ставит. Это не только не будет плюсом человеку, это будет минусом вообще-то. Это нарушение первой заповеди христианской. Поэтому я считаю, что дополнительный намек, что с ним действительно что-то не так, и, возможно, он, ну, как бы сказать-то... Ну, оставлю слово идолопоклонник, чтобы других слов более жестких не говорить. Если предположить, что он идолопоклонник, то, например, история с его дочерью встает вполне себе... То есть то, что дочь в конце показывает, это единственный настоящий спецэффект, что ли, да. То есть мы действительно видим сверхъестественные вещи, которых обычный человек делать не может. Там как бы тонко показывается, что это, ну, вроде как, так говорится, по крайней мере, что это делает именно дочь его. И она не ходит, и жена что-то такое туманное высказывается, там, что там с ней происходит. Ну, то есть не как в книге, да, там, что-то свое. Называют они ее мартышкой, почему, непонятно. То есть в книге это понятно, а в фильме непонятно. Она не ходит, она двигает стаканы, и у нее что-то такое, не знаю, то ли она, ну, телекинез, ладно, она читает, я так понимаю, что-то не по возрасту, сильно не по возрасту, и, не знаю, может, она еще, как это называется, передача мыслей на расстоянии, может, она еще разговаривает, типа, то есть молчит, но при этом ты слышишь то, что она говорит, может быть. То есть если все это так, то это как бы это ложное чудо, да, то есть он, грубо говоря, он проклят, он наказан каким-то проклятием, он его сам носит, ну, то есть у него там есть набор, что с ним происходит, и его, вся его семья, в общем, проклята. Как я понимаю, от веры в истинного бога таких вещей не происходит, да, то есть это вам дает понять, что если действительно он является частью какого-то, не знаю, там, культа, какого-то порядка поклонения, там, не знаю, секулярного культа, неважно, то, ну, в общем, он находится в ложном культе, да, не будем говорить тоталитарной секте, но, в общем, он поклоняется ложному богу, и получается этого эффекта соответствующий. И то, что он с людьми делает, он, в общем-то, их конвертирует, да, обращает в свою вот эту вот религию такую особенную, то есть он занимается уведением их как раз к погибели, в общем-то, да. Ну, если сейчас взять именно эту часть и забыть про то, что, возможно, он просто зарабатывает на них деньги и делает там аттракцион психотерапевтический, то есть, может быть, он играет в бога, как волк в книге, да, а может, он действительно, ну, идолпоклонник, и все, и с ним происходит то, что полагается с идолпоклонниками, то есть с ним происходит вот набор таких вещей. Так что тут насчет бога и веры я вот, честно, не понимаю вот этого разговора. Я не знаю, что там, я не видел ни одного православного разбора, но я бы ожидал, что в православном разборе люди об этом должны говорить, что, типа, если он и является представителем религии, то он представитель ложной религии, и он предлагает вам ложного бога, подставляет там через какие-то свои там эти мистерии. Про заграницу, между прочим, насколько я знаю, это вариант самих Стругацких, и там действительно, ну, в книжке, по крайней мере, очень хорошо читается эта тема, и Стругацкие не скрывали в интервью, что они именно это туда писали, там они что-то другое, и в фильме, в принципе, по-моему, отголоски этого видны все равно, то есть, что на самом деле зона, это никакая там не зона катастрофы, ничего, это просто заграница, и все. То есть, куда люди лазают, вот это там за своими этими чудесными вещами, это они просто-напросто либо лазают, там, не знаю, через забор в посольство в Москве, как делали на самом деле, сейчас мы до этого дойдем, не знаю, здесь найдутся еще люди, которые видели, как подростки вполне себе нормальные, взрослые, хорошие, такие, вроде как здоровые советские подростки собирали пустые пивные банки в целой коллекции, и эту банку нужно было достать, чтобы достать, например, я знал людей, да, которые лазили в посольство через забор там с проблемами с охраной, с натуральным прохождением в зону, они даже не считали, наверное, скорее всего, при этом, и кастругацких, но в зону лазили, чего нужно было достать, достать нужно было пустые пивные банки, ну, не только пивные, для коллекции, кроме шуток, как бы, это была реальность вот там конца 80-х, начала 90-х годов, ну, а там люди, которые повзрослее, они могут поехать за границу, да, то они другое оттуда везли, тоже там свои идолы у них были, которые привозили сюда, и тут там перепродавали, пристраивали в собственную жизнь и так далее, не понимая, как это устроено, собственно, вот, но я думаю, про заграницу мы, наверное, еще поговорим, Вадим, прошу. – Да, слышно, нет? – Да, слышно. – Так, я, честно говоря, книгу не читал, фильм посмотрел вот буквально перед самым этим, то есть, какие-то мысли у меня возникли, то есть, я с точки зрения некого психоанализа могу на это посмотреть, вот, с одной стороны, фильм довольно чернушный такой, вот, я, кстати, еще добавил немного под коньяком, так что за несвязанную речь, если что, простите, вот, что у меня возникло, какие ассоциации, если брать различные вот эти вот, не знаю, юнгианские какие-то направления или еще что-то, то есть, как бы, вот, что конкретно зона – это некое мозговое пространство этого человека, то есть, и все происходит у него конкретно в голове, то есть, если разделить на определенные части вот то, что происходит, три человека, которые присутствуют, то есть, как бы, в сценарии, и каждый из них, если вот условно мозг разделяет, например, на левое и правое полушария, одно из них отвечает за логику, если взять это профессор, например, а другое отвечает за некое, то есть, творческое начало, то есть, как бы, творчество, то есть, это правое полушарие, то есть, как бы, вот, это поэт, то есть, как бы, который, ну, свое восприятие, то есть, и у каждой вот этой части оно свое некое восприятие, то есть, если взять самого сталкера, то есть, это некое, как ребенок или что-то такое первобытное, которое основывается на своей какой-то вере, которое держится на определенных правилах, и ими практически ведомое, то есть, как бы, и сама зона сама по себе представляет собой некую форму, попытку договориться между всеми этими частями, то есть, как бы, некий вот этот вот треугольник, где, в принципе, то есть, как бы, человек приходит к некому балансу и согласию, когда он научится, как, придет к некому балансу и возможности, чтобы эти части между собой каким-то образом договорились, то есть, как бы, и работали как команда. И в этом случае, то есть, получается обычно наилучший результат, то есть, для человека, то есть, как бы, если взять как это, как некая нанесенная психотравма, обычно ребенок, вот этот вот, если взять товарища вот этого, то есть, как бы, самого сталкера, то есть, как бы, как некая зона, это зона некой психотравмы, то есть, куда они возвращаются, то есть, для того, для решения некой проблемы своей, то есть, и И эта комната как некий исток начала некой проблемы, то есть где люди возвращаются к своему началу и пытаются понять, почему и из чего у них это все началось, то есть где они между собой должны прийти к некому решению, договориться и прийти к некой согласованности действий. То есть вот это вот если так вот рассуждать психоаналитически, возможно, то есть или как вот мы здесь любим этот синдром, этот СПГС, синдром поиска глубинного смысла во всем этом. То есть зона это общее пространство, психотравмы, в которую он пытался решить некую проблему. И по окончании фильма не возникает ощущения, что он ее как-то решил все-таки, потому что показывают отдельно каждого человека, то есть которые между собой не договорились, а результатом некого баланса и согласованности является то, что они между собой договорились и пришли к некому нужному состоянию, то есть когда они работают в команде. В конце он просто возвращается к жене, то есть которая по отношению к нему включает поведение мамочки, а он поведение ребенка. Соответственно, если нанесена некая психотравма, ребенок остается в эмоциональном состоянии ребенка, и все его поведение показывает, что он ведет себя как ребенок. То есть он не решил свою проблему в очередной раз, заходя в эту зону. То есть неважно, каких людей он туда вводит, это обычно люди в свою жизнь приводят тех людей, которые пытаются решить эту проблему. То есть у нас есть некая психическая проблема, то есть мы ее выносим вовне, и пытаемся за счет людей, привлекаемых в свою жизнь, решить эту проблему в голове, то есть как правило. И неважно, кого он вводит в эту зону, то есть он пытается решить эту свою проблему. И по результатам, ну и по концовке, то есть показывается, что он вроде как не решил эту проблему. То есть все осталось на прежних местах, то есть что творческая часть отделилась от логической части, что он вернулся в свой дом, то есть к жене, то есть где он в состоянии ребенка, она его укладывает спать, как ребенка, то есть как бы и поведение ее, состояние мамочки. То есть, соответственно, если внутреннее состояние мужчины меняется, обычно состояние женщины меняется по отношению к мужчине. А здесь вот показано, что он остался тем же самым ребенком, то есть ничего не произошло, и он основывается на своей некой вере, а ребенок обычно основывается на вере, без некого критического осмысления того, что происходит в ситуации. То есть я вот такой момент увидел. Кстати, на фоне выхода «Матрицы» забавно звучала ситуация, что все приходит к некому источнику, то есть комната, в которой все началось. В первой части, во второй, там тоже такой момент рассматривается, что он стремится в комнату, в определенную, он ищет ключ от этой комнаты, в которой он пытается найти решение, в которой есть решение. И здесь они все приходят к этой комнате, в которой должно быть решение всего этого. То есть и почему-то никто из них не решился все-таки войти, потому что войти в свою психотравму, то есть как бы это обычно больно. И тяжело, и тяжело переживается, и оттуда ты выходишь действительно с новым решением и с новым пониманием того, что происходит в твоей жизни, потому что ты выбираешь направление дальнейшего своего действия. То есть ты не бьешься, как баран, в те же ситуации, не ходишь постоянно по кругу, потому что обычно тобой управляют травмы. И здесь показано, что они не вошли в эту комнату, то есть не произошло разрешение их вопросов. То есть в матрице, кстати, он как раз входит в комнату и находит решение ситуации. Это просто некое сходство такое интересное, что вот есть определенная комната, в которую человек должен попасть для решения определенных своих вопросов. Обычно психика защищает болезненное место и не пускает тебя туда. Но в осознанном состоянии, когда ты понимаешь, что там есть твоя проблема, и ты должен найти решение этой проблемы именно там. Иначе ты будешь постоянно ходить по кругу, выбирать себе людей в определенном... То есть чисто для своего некого театра. То есть выбирать одного и того же... Выбирать разных людей, но проводить с ними одни и те же театральные операции, чтобы как-то решить свою проблему, не видя, когда эта проблема началась. И если рассматривать зону как некую вот эту область мозга, где мы ищем некую травму, то есть в которую мы пытаемся зайти и пытаемся решить эту проблему. Причем что творческое начало, то есть что сам писатель, что логическое начало, они все пытаются найти какой-то выход из своей ситуации. Ну то есть что происходит, то есть они все пытаются найти некий выход, найти решение проблемы. И это решение проблемы должно устраивать всех троих. И тогда это будет сформированная команда, которая пришла к решению, которая устраивает всех троих. Ну как-то вот так вот, наверное. Может быть еще что-то добавлю. Ну вот после этого, то есть как бы послушаю других. Потому что говорю по анализу, то есть я пока не успел полностью весь фильм так понять, более-менее. Но вот с точки зрения некого психоанализа, и как это происходит в голове, я вот так-то вижу. Вот так что все, пока все. Спасибо. Так, Алексей, прошу. Я, собственно, хотел добавить, что, ну тут, кстати, интересный параллель я услышал, как-то про связь со Солярисом. Я не подумал, но действительно есть такое дело. Я просто хотел сказать, что вот этот вот фильм «Сталкер», он как абстрактная картина. То есть тут каждый видит что-то свое, и у всех свои, ну, ассоциации, там, какие-то аллюзии. Действительно можно видеть это как, не как от трех отдельных персонажей, да, ну или там двух писателей и ученых, да, а просто как субличности, как человек, там, какие-то части, которые конфликтуют между собой, там, не знаю, творческое, нетворческое начало. Да, там, ну, возможно, ассоциация с заграницей, хотя, ну это как-то уж больно могущественно представлять себе, что заграницей все может и все даст. Вот, причем даст не что-то конкретное, типа джинс дорогого бухла, что-то вот такое потаенное. Ну, просто конкретно, вот, анализируя, там, химически ли это завод, были ли инопланетяне, или еще что-то случилось, или это, вот, как в компьютерной игре «Сталкеры» – это, значит, последствия чернобыльской катастрофы. Ну, тут важно, что есть некая комната, ну, важно, мне кажется, это моя интерпретация, что есть некая комната, там, где исполняются глубинные желания, ну, или какие-то глубинные мысли неосознаваемые, ну, или, по крайней мере, об этом так говорится. Ну, в общем-то, неважно, что они исполняются или не исполняются. Это, может быть, просто антураж. Вот. И вера тут, скорее, не как вот именно православная, потому что вера в широком смысле, ну, не обязательно, что именно там мусульманская, православная. Это уже, ну, в конце концов, никакая вера не лучше другое. И христианских сект было очень многое. Поэтому вот тут скорее это такое абстрактное путешествие внутрь себя, вот, на фоне некоторого абстрактного, там, разрушенного интерьеров. Потому что это тоже можно как, ну, не знаю, ассоциировать, что, ну, когда у человека проблемы, соответственно, у него внутри все неплагополучно, и путешествие внутрь себя аналогично тому, что показано, что путешественники лезут среди каких-то там останков, обломков. Вот. То есть тут трактования-то может быть очень многое. Поэтому фильм-то, он тем и хорош, что у каждого, ну, могут быть самые разные ассоциации. Поэтому, и каждая ассоциация, в общем-то, имеет право. Вот. Поэтому тут как-то особенно анализировать уж, было ли чудо, не было ли чудо, и как это получилось. А может быть, это глюки там от химикалиев, а может быть, это еще что-то. Ну, как-то мне, я склонен воспринимать это более абстрактно, как-то более широко. Ну, по крайней мере, это мое такое восприятие. А так, конечно, да, вот то, что предыдущие заметили, это там интересно, да. Вот. Про связь с Солярисом. Вот. Но про заграницу не знаю, не могу согласиться. Ну, пока все. Спасибо. Нет, про заграницу это я пересказал. То, что, ну, во-первых, сами Стругацкие говорили, и, по-моему, была, у Крылова была статья. О, у нас тут блогер, вступай в голос, здоровый. У Крылова была, по-моему, статья. Не помню, что она была про конкретного. Он же был большой поклонник этого дела. Он же писал фанфики вот эти все эти там про по мирам Стругацких. И, ну, много анализировал. Я точно читал у Крылова что-то. Он, по-моему, с цитатами даже приводил из самих Стругацких. То есть, типа, что да, как бы они особо не скрывали, да. То есть, они так изобразили, в книге, по крайней мере. В книге они изобразили так за границу отношение к ней. И как к идее отношения, да. То есть, как Запад, который в реальности нигде не существует. Тут правильно в чате привели песню «Goodbye, Америка». Именно про это. Где я не был никогда и не буду никогда. И который вообще не существует нигде. То есть, Запад как какой-то вот, ну, можно сказать, ложный идол, что ли, да. Можно сказать, там, рухнуший идеал. Сказка какая-то, да, такая легенда. Типа, что вот такой вот Запад, на котором все хорошо. А потом этот Запад пришел сюда. И вот в моменты, пока он жил только в пределах посольств, да. Там и березок всяких, да. И вот этих вот шматья этого, там, и ведаков привезенных из-за гранок. Вот это все, там, форца. Я так понимаю, что это на самом деле явление, видимо, достаточно давное. Потому что этот товарищ изображен, который Миронов играет в бризе автомобиля. То есть, тема была старая, в общем. И басню любили вот это цитировать по этой теме про... А этот пуп достали мне вчера, он африканский, он от пеликана. Ну, тоже все про это, типа, что... Где с умилением глядят на заграничные наклейки, а сало русское едят. Ну, вообще-то, по возможности, они сало тоже русское не ели, вот, ели что-нибудь другое. Так что это, ну, такое чисто прикладное. И, между прочим, если так читать текст, то то, что Стругацкий излагает, точно достаточно критически, мягко говоря. То есть, это точно не льстит людям, которые с этим имеют дело. Это вообще не льстит. Это, ну, в общем-то, презираемая, достаточно такая опасная и позорная деятельность, которую сталкер ведет, да, ну, или его аналоги сталкера в нашем мире, да. Кто это сталкер? Сталкер – тот, кто, например, не знаю, ездит на, там, на грузовике, там, нужно было пробиться на такую должность, да, чтобы ездить за границу, привозить чего-то там и потом торговать этим. Типа это был такой почти инопланетянин, хотя он водитель грузовика, например, или какой-нибудь моряк там, да, который просто… То есть, он просто матрос, да, но за счет того, что он может привезти всякую там вот эту… какую-нибудь там ерунду, но заграничную ерунду, да, то он может как бы… Совсем другой статус у человека, да, был в обществе, тоже был такой. Иностранец был в божественный практически статус возведен и поныне, между прочим, и до сих пор осталось. Иностранные вещи, которые там сделаны, во-первых, мы не понимаем большинство, как они работают, и повторить не можем. Взять ту же цифровую технику, там, смартфоны и так далее. То есть, в лучшем случае, могут купить китайское у нас, да, там, на шлепку сделать, типа, что разработан сколковый, в таком виде, в общем, поставить, да, там, или шкуркой, там, не знаю, стереть производителя, да, и налепить собственное. Вот это максимум. Это же чисто, ну, то, как зона описана, ну, в романе. Ну, не знаю, как роман рассказывает. Именно так. То есть, использовать можно, взять можно в руки, есть представление, как это работает, то есть, как этим пользоваться, но повторить, нет, нет такой возможности повторить. Вот такой вот, как бы, получается, как бы такой секулярный, секулярный культ, что ли. Причем, во многом ложный, потому что на Западе тоже люди в среднем не понимают. Во-первых, он так не устроен, как мы о нем думали, да, он совсем по-другому устроен. И там, в общем, медом там не намазано, не особо намазано, скажем так, для немногих только намазано. Так как и у нас тут тоже. У нас тут был для немногих намазан, и там для немногих намазан. Ну, как бы и все. Вот. Можно ли подумать, что вот... Сейчас я подумаю там, когда следующий будет говорить, выступающий. Я просто в каких-то моментах в фильме увидел достаточно прозрачные отсылки к этому, что это действительно вот именно этим он занимается. То есть, на самом деле, грубо говоря, они лезут, не знаю, там... Ну, либо в посольство, либо это люди постарше, как бы они лезут, не знаю... Хотят каким-то левым образом, например, там, продать или перепродать, или купить что-то, что продается, не знаю, там, в магазине березка, и для этого им нужно перекупить эти вот, значит, тугорики эти березочные. А это запрещено по закону, да. То есть, и доллары запрещены. Что это такое? Вот эти вот запрещенные штуки. Доллары, например, да? То есть, это статья сразу в СССР была. Продал это вот... Какого-то попугая из березки тоже будет статья. По-моему, статья тоже была. Они запрещены бы их продажи. То есть, ну, вот как бы... Они что-то такое проворачивают, какое-то такое темно-серое, что-то такое. Так, мне кажется. Так, Алекс, прошу. Добрый вечер. Меня слышно? Добрый, да, слышно. Вообще, меня зацепило то, что вы сейчас говорили, потому что я, наверное, из того поколения, который как раз с этим столкнулся. Ну, поскольку вы уже знаете, что я жил в Питере. И вообще у нас там достаточно часто... Ну, не часто, но можно было видеть из Финляндии туристов, которые очень любили русскую водку, напивались и, в общем, вели себя совершенно по-другому, не как обычный советский человек. Вот. Я помню еще в школе нам очень много рассказывали, что нельзя брать никакие предметы иностранцев, что это может быть какая-нибудь отрава или там... Что такие есть хитрые, подлые иностранцы, которые в жвачку, вот эти пластики, там вставляют иголки. Вот вы начнете ее жевать, там вам что-то попадет в рот непонятное. То есть вот до таких моментов пугали. И, значит, когда ты находил там где-нибудь на Афинском заливе бутылочку оставленную этими иностранцами необычной форме, из обычной... от обычной минеральной воды, понимаете, то все время боялся. А вдруг она там... Вот сейчас пробочку открутишь, а там что-нибудь произойдет, оттуда какой-нибудь газ выпадет или еще что-нибудь. Понимаете, вот то, о чем вы говорите в фильме, то есть в фильме этого нет, а вот в книжке, да, вот это как бы пикник на обочине, который вот оставили люди. И вот ты в этом барахле, которое им после их употребления не нужно, ты в этом роешься. Вот. И это было так. Это было действительно так, потому что для... Да просто я вам скажу, вот простая вещь. От Питера недалеко была Эстония. И вот вы переезжаете на Нарвскую границу, ну, тогда не было никакой границы, просто мост обычно, переезжаете и попадаете в другой мир, немножко другой мир, потому что столовая, там написано «секола», то есть какими-то совсем непонятными буквами, да и сам лимонад продавался не в наших стандартных бутылках тогда, а в других бутылках продавался. И там была жвачка «Калев», можно было купить. И конфеты были с этой фабрики «Калев», другие. Вот. И уже было какое-то непонятно... То есть ты туда ехал как за границу, как вот в эту зону, понимаете, в которой немножко все по-другому, не так, как здесь. И мороженое там было вкуснее, я помню, прекрасно, я очень любил там. В Усть-Нарве был в пионерском лагере. Да просто в Блинную, помню, заходили, просто в Блинную заходили, и все было так вкусно, не так, как у нас. Ну, я имею в виду в Ленинградской области. Вот. И вообще вот эта вот история с продуктом, то есть вот с такими вещами, артефакторами заграничными. Это, конечно, очень интересная история и хорошее очень наблюдение, которое происходит. Потому что я помню, когда я первый раз тоже в Финляндии, ой, не в Финляндии, это во Франции оказался, вот, собственно говоря, да просто выброшенный пластиковый пакет с какими-то непонятно там пачками, то есть, ну, обертками, которые, значит, которые ты никогда не видел, уже вызывал какое-то непонятное ощущение такое, что у тебя-то этого не было, ничего, ты этого всего, у тебя обычной серой бумагой колбасу заворачивали. Вот. То есть ты попадал в какой-то другой мир и верил в силу этого мира. Вот. Собственно, вот с помощью этих артефактов этот мир как бы и завоевал нас. Ну, я имею в виду нас, Советский Союз, зону. Вот эта зона, она нас изменила и, ну, не знаю, ну, убила, я хотел сказать, но нет, не убила, конечно. Ну, просто она изменила, но когда уже ты находишься здесь, когда ты уже живешь здесь много, ты понимаешь, что все это, ты понимаешь, все это отношение этих людей к этому миру, и это меняет, меняет сильно ощущения, и ты понимаешь, что все это было надуманно и глупо, и, в общем, приходишь к собственному разочарованию, и та вера, в которую ты, ну, верил, не верил, ну, думал, что вот так там здорово, замечательно, вот, она как бы исчезает и становится, вот как в этом фильме, в конце сталкивает, что они же ни во что не верят, а во что верить? Ничего же нет, комнаты этой нет, и так далее. Вот ты начинаешь задавать себе этот вопрос, а чего есть-то? Может быть, ты все сам придумал, что там что-то есть? Ну, это вот возвращаясь к фильму. А еще я хотел сказать о том, что этот фильм, я после того, как я смотрел фильм «Солярис», естественно, мне режиссер Тарксовский как бы запомнился, и когда вышел на экран этот фильм, то я его смотрел в кинотеатре, вот, я был тогда школьником, и если питерцы меня тут слышат, «Гора», например, то это было на проспекте «Слава», там, по-моему, есть кинотеатр, он раньше назывался тоже «Слава». Вот, и когда я, помню, вышел из этого зала, значит, мне так показалось так скучно, так нудно этот фильм, такой, ну, какие-то картины неестественные, вот, ну, вообще, вот в моем представлении, допустим, вот, у них там есть ситуация, когда они ложатся отдыхать, вот, они там прошли круг такой, вернулись к профессору, который никуда не уходил, а сидел со своим рюкзаком, вот, и они вдруг ложатся все отдыхать на этом пятачке, и для меня было совершенно, вот, как человек реалистичного, ну, с реальностью, вот, который и на охоту ходил и так далее, они разлеглись там на воде, по сути дела, значит, и когда камера идет, она показывает, значит, что у сталкера вообще рука, в воде находится, то есть, ну, это, такого не бывает, такого, человек, если он идет куда-то, но он выберет место сухое, где-то, где-то, даже если он устал, хочет отдохнуть, понимаете, и все это вот, это какая-то нереалистичная картина, она меня тогда вызывала такое немножко, я бы сказал, даже отторжение, мне было очень неприятно, потому что я не понимал, зачем это нужно было все, такую картину строить, этого нету, то есть, и даже если бы, я бы представил, что такое есть где-то, то, как человек, я бы не стал это делать, как делают эти люди, то есть, я бы не пошел там в пальто, это самое, через воду, я бы снял пальто, там как-то попытался его сухим оставить, и хорошо, я там, мне надо пройти из трубы, пройти там по воде, там по голову, значит, ну, зачем в одежде-то ходить, ну, раздейся там, пройди там, то есть, все это в фильме какая-то, может быть, это было, конечно, сделано специально, чтобы показать нереальность или отрешенность людей от мира человека, но это мне тогда очень сильно не понравилось, как тогда еще юноши, вот, и вообще все эти картины, которые там были, вот этого, я понимаю, что это какая-то старая ГЭС, которая, ну, на которой это снимали, потому что там видно, что это водостоки такие, вот, и я даже вот сегодня, когда об этом думал, я вдруг вспомнил, а вот я, когда был маленьким, у нас в Питере там есть, у моста Александра Невского была церковь, ее взорвали, а потом там устроили, построили, что построили, сейчас там какая-то гостиница, сейчас уже не помню, как она называется, вот, и этот мост Александра Невского новый сделали, а когда его еще не было, там была церковь, и в этой церкови находилась фабрика игрушек, и я помню, когда я был мальчиком еще, мы с ребятами туда, она уже была огорожена, уже эту фабрику ликвидировали, вот, потому что знали, что будет церковь взрывать, и, значит, и мы через забор туда пролазывали и бегали по этой территории, там, где стояли, там, вот, там была точно такая же картина, разломы какие-то, где-то там, видимо, стояли станки, их убрали, там, дырки в полу, кафель вот этот вот разломанный наполовину, вот, и вот эта вот картина перед, по сути, взрывом этой церкви, понимаете, она вот мне напомнила вот это, то, что делает Тарковский в своей, в этом фильме, вот, и она мне показалась вполне реалистичной, но я не понял, зачем это нужно было таким вот образом показывать, в фильме, вот, и следующее еще, что хотелось бы отметить, вот там есть в фильме, вот тогда, что мне запомнилось, что ведь там журналист ему говорит, писатель, журналист-писатель, он ему говорит, что ты тут упиваешься своей властью над нами, вот, ты мне там подсунул две длинных спички, что я не заметил, говорит он, понимаете, то есть ты просто, кто-то такой, говорит, бог, что ты из нас тут дурачков, по сути дела, делаешь, вот, это мне вот, я помню, тогда запомнилось, что вот такой человек, который пытается создать какую-то свою религию, вот, он из других людей делает вот этих, вот, пытается с помощью вот этого, я не знаю, чего, ну, магией какой-то, может быть, объяснением того, чего нет, но на самом деле он пытается людей вовлечь в свою религию, по сути дела, и вот сталкер, он вот в моем представлении, он как бы это тот человек, который, ну, вот, новой мессии, что ли, так скажем, который вот изображает, то есть пытается найти единомышленников, вот, и еще один момент, вот, я помню свое впечатление, которое я, когда этот фильм посмотрел, первый раз я, когда я вышел, меня больше всего в этом фильме поразила одна очень интересная мысль, которую высказал писатель, вот, он говорит о том, что там есть эпизод, когда про дикобраза, дикобраз, значит, подставил своего брата в этой трубе, там, его куда-то там, то есть он умер, видимо, и вот он, видимо, приходит в эту комнату и просит, чтобы ему, значит, вернули брата, вот, а когда он возвращается, то там все говорят, что через неделю он стал богатым, вернее, он стал богатым, а через неделю он просто повесился, вот, потому что он понял то, что комната не дает, не осуществляет те мысли, которые ты произносишь, она осуществляет только те, то, чего ты на самом деле хочешь, вот, и там писатель, он и говорит, что кесарю кесарево, богу богово, дикобразу дикобразово, вот, то есть ты хотел денег, ты их и получил, потому что это твое было самое главное желание, вот, и в книжке, я сейчас не хочу про книжку, потому что мы сейчас разбираем фильм, но там есть тоже такой момент, когда сталкер идет к этому шару и хочет чего-то пожелать, но он не знает, что пожелать, то есть он не дошел до того состояния, а что он хочет, он не знает, он говорит, что ну сделай, ты же комната, ты знаешь, чего я хочу, ну сделай то, ты же можешь разобраться во мне самом, вот, и ты можешь мне сделать то желание, которое я хочу, вот, это очень тоже сложная ситуация, когда мы ведь сами не знаем действительно, чего мы хотим, эти два, два человека, они пришли, они думали, один хотел взорвать, другой эту комнату, другой хотел там вдохновение получить, но они, это они так говорили, что они хотят, а на самом деле никто из них не знал, что они хотят, и поэтому они остановились перед комнатой и не пошли туда, потому что они, их разум не дошел до того, на самом деле, чего они хотят, а там же сталкер им говорит, что исполняются только те желания, которые вы действительно желаете, вот, то, что ваше внутри находится в вас, то есть не обязательно то, что вы говорите исполнится, нет, исполнится то, что вы хотели, и вот ситуация с Дикобразом, она об этом рассказывает, и я в этом смысле хотел даже бы вернуться немножко к тому обсуждению фильма, который мы обсуждали на прошлой неделе про Тельму и Льюизу, и про это я тогда не до конца высказал то, что хотел, про песню, которая там идет, когда женщина там мечтает о том, что она приехала в Париж, и вот там ее платочек, она ездит на машине по центральной улице, там платочек развивается, и все замечательно и красиво вот у нее выглядит в жизни, вы знаете, я этот фильм не смотрел до этого, и этой мысли у меня не было, но у меня была такая ситуация, когда я здесь за границей тоже вдруг подумал, а не поехать ли мне, то есть у меня была оказия на самом деле, мне нужно было поехать в Париж, вот, то есть не в Париж, а под Париж, в какой-то город, ну, я подумал, а чего я проеду через Париж, вот так вот, ну, у меня была машина тогда, гольф третий, там был открытый верх, думаю, ну, замечательно, открою вверх, там вот то же самое, вот то, что любят показывать в глянцевых журналах, там и так далее, ну, в глянцевых журналах, в рекламах каких-нибудь видео, и вот я поехал через Париж, и когда я со стороны Бельгии, там есть автобан такой, и вы въезжаете с севера, и получается, мне нужно было на юг, и как раз я думал, проеду весь Париж, там под Парижем у меня была оказия какая-то, ну, вот, и вот я въехал в Париж, вот думаю, вот я сейчас проеду по центральной улице, вдруг я увидел, какое интенсивное движение, не такое, как в Германии, вот, что люди подрезают, что едут неаккуратно, не так, как немцы, что вокруг, что стоят машины на парковках, вплотную, у всех битые бампера, царапины сбоку у машин, я подумал, я сейчас тут, меня тут где-нибудь тоже поцарапают, и вообще я, то есть, вот этого ощущения свободного езды и наслаждения по улицам Парижа не было, если бы эти женщины, которые слушали эту песню, они доросли до этого, что нету ничего такого вот, чего им в головах пригредилось, вот, вот, а ведь они дошли, эти женщины, они дошли до того, чего они хотели, одна хотела убить, другая хотела, чтобы ее изнасиловали, и вот все это и произошло, они получили то, чего они хотели на самом деле, вот это их истинно, сокровенное желание, вот, и, собственно говоря, этот, если это гимн феминисток, то это и есть их сокровенное желание, они хотят мужчину убить и это самое, и чтобы их еще кто-то изнасиловал, понимаете, вот, ради чего они все это устраивают, и, в общем-то, я вот понимаю теперь, может быть, даже эту песню и фильм про эту Тельму и Лиз, ну, они все получили, да, действительно, они все получили, что хотели, и поэтому они прыгнули с этой пропасти, потому что они получили, чего хотели, вот, и эти два человека, которые не вошли в комнату, профессор и писатель, они еще просто не осознали, а чего-то они хотят на самом деле, если бы они знали, чего они хотели, они бы, наверное, в эту комнату и вошли, вот, но это вот наша проблема, человека, что мы не в состоянии при жизни найти самих себя, и многие вот так вот и умирают, не поняв себя, ну, вот, такие мысли были у меня по этому фильму, и я их хотел высказать, спасибо. Благодарю, ну, собственно, если говорить про Люси Джортон, тут действительно есть тема родственная, касательная к Сталкеру, мы тут немножко обсудили идолопоклонничество перед Западом, да, что оно тут, возможно, в фильме оно тоже как-то, ну, отдаленно отражено, до Люси Джортона, так понимаю, была рождена фраза, помните, я сейчас я близко к тексту процитирую, потому что хорошо знаю этот фильм, я хочу быть очень красивой, чтобы нравится мужчинам, хочу ехать в открытой машине, чтобы она на сиденье рядом магнитофон и маленькая собачка, это разве не Люси Джордон, в общем, сказала, в принципе, это такая же Люси Джордон, и можно догадаться, что поскольку машина с открытым верхом это не наша машина, магнитофон, наверное, тоже не наш, собачка, наверное, тоже не наша, в общем, такая вот крыса из басни, в принципе, вот, вот как бы все мечты, то есть вот представим, что та героиня пришла, условно говоря, в комнату желаний, и что она могла пожелать, вот, собственно, она выдала, ну, там, под определенным тяжелым психологическим, скажем, воздействием, она выдала прямо то, что на самом деле думала в кои-то веки, не то, что там она хотела показаться, а то, что на самом деле думала. Ну, Сергей, вы знаете, здесь вот я как раз про это и говорю, что когда вы оказываетесь в этом Париже, ничего такого вы не получите, это, может быть, если вас таксист повезет, еще да, но никакого расслабления за рулем вы не получите, никакой собачки, которая, и шарфик не будет развиваться, это потому, что этот Париж грязный, и там очень много негров ходит по улицам, понимаете, и это выглядит не так, как вы себе представляете, вот в чем проблема, и когда я был в этом Париже первый раз, я именно это и увидел, я увидел, что этот Париж, то, о чем я думал, это совсем другое, это не то, что есть в этих журналах, или в этих песнях, или еще где-то, и вы не сможете совместить то, что вы придумали себе в голове с тем, что есть реальность, но жить надо в реальном мире, в этом есть проблема, что мы в своих мечтаниях ушли от реальности, и не занимаемся этой реальностью. Ну, в общем, да, собственно, так и есть. Я, на самом деле, тут в этом тоже ценность есть, я бы, что положительного, если подумать, ну, это так, в психологию, что было, я правда сейчас не знаю, честно, каким боком это относится к фильму, наверное, уже никаким, это мы как-то в бок пошли, потому что книга, как бы, там все-таки больше про это сказано, если подумать, а что, отражением чего, знаком чего является вот это вот наше, ну, наше, я сейчас говорю, по совокупности, по культуре, да, то это обожествление или поклонение Западу, оно является чем? Учитывая, что никакого Запада не существует, да, это как бы и в песне спето, и прямо проговорено в фильме, хорошо было сказано в этом, в стиляге, типа, в Америке стиляг-то нет, но мы-то есть, да, то есть, типа, то есть, это попытка отразить, то есть, это отражение того, чего на самом деле не существует, как называется отражение того, чего на самом деле не существует, это проекция, то есть, мы проецировали, на самом деле, как я понимаю, мы проецировали, и многие продолжают поныне, проецировать на Запад, на самом деле, собственные положительные черты, которые не реализованы по разным причинам, вот, в окружающей действительности, то есть, вам кажется, что здесь грязно, но вот я там приеду, не знаю, в Париж, и там все будет свисти и, так сказать, пахнуть, приезжает человек в Париж, видит там тоже крыс, там бандитов, там и все остальное, да, и выясняется, что Париж, как он его знает, это виртуальная реальность, которая не существует нигде в природе, это набор открыток и там кадров кино, которые все составляют свой монтаж, Джонни, сделай монтаж, ну вот вам сделали монтаж, как бы у вас есть представление о Париже, даже если вы там никогда не были, я никогда не был в Париже, у меня есть представление о Париже, вот как бы он у меня существует, просто сейчас оно более реалистичное, что ли, да, хоть я там так и не побывал, да, но вот, на самом деле, это ведь признак того, что у нас внутри есть что-то очень великое, светлое, например, многие люди на самом деле понимают, как можно существенно улучшить нашу жизнь, наше правительство, наши, не знаю, дороги, машины, там, то, что мы делаем, как мы общаемся, там, как мы живем, что у нас, как выглядят дома, как, что находится между домами, там, природа, все это можно улучшить, у нас есть образы этого, они внутри находятся, просто поскольку мы их вот не можем наблюдать, и никакой силой у нас их спроецировать, то есть, нет веры, что это можно, нет веры, что это действительно можно сделать, что вот из нашей точки, где мы сейчас находимся, из точки А, можно попасть в точку Б, где вот это все, как бы, да, идеально сделано, а по обеим сторонам моста растут деревья золотыми и серебряными яблоками, а на деревьях пели бы разные птицы, вот, у нас нет такого плана, и этот план только один у людей, переехать куда-то, и там оно, типа, есть, вот, а на самом деле, это вообще-то, это говорит о том, что у нас есть внутреннее понимание, как можно и нужно было бы изменить жизнь, но оно вот спроецировано наружу, то есть мы считаем это не своими нереализованными положительными качествами, а якобы существующими качествами другой цивилизации, которые на самом деле, скорее всего, у них просто нет, у них какие-то есть, конечно, положительные черты, которые можно заимствовать, но не в таком объеме, не такого масштаба, то есть положительная страна в этом во всем понимании, что у нас есть представление, как могло бы быть видение, так сказать, как это называется, града, как это называется, светлый град, город на горе, да, что-то в таком духе, образ, ну, типа, да, я пытался слово китиш вспомнить, да, китиш, да, вот, и в этом смысле, например, возвращаясь уже ближе к фильму, беспроигрышный вариант, почему, как одно из простых объяснений, почему они одеты не как охотники, вот вы собираетесь там, где по вам стрелять будут, где какие-то шприцы, пардон, раскиданные, где, там надо куда-то ползти, лезть, там вода, не вода, во что бы вы оделись, вы бы оделись во что-то, во что одеваются, ну, там, военные, либо охотники, скорее всего, специализированную одежду, а у нас, ладно, эти двое, они два гостя, допустим, ну, просто дураки там, не знаю, но сталкер сам, он ходит в каком-то там, в чем он там ходит, в каком-то пальто, что ли там, или полупальто, кожаном пальто, ну, типа, о чем это говорит, о том, что на самом деле, как я понимаю, нет там никаких приключений, их не ждет, то есть максимум приключений, это типа как бы дети пошли, вот я вспомнил, сейчас когда говорил, предыдущий спикер, я подумал про детство, где вам, не знаю, там лет, не знаю, 8-9, и вы идете либо на стройку, где, ну, в процессе там строительство идет, либо там, где наоборот, заброшенный дом, его скоро собираются сносить, какой-нибудь там заброшенный завод, заброшенный жилой дом, какие-то вещи брошенные, там гвозди торчат ржавые из каждого угла, вот, то есть для ребенка, да, это было приключение, то есть вы сходили в такой дом, практически, что вы, ну, такое приключение, да, то есть прожили там, у вас есть возможность посмотреть, как выглядят там, не знаю, обваленные, когда, например, в доме нету, не все ступени, вот лестница идет, идет, и она провалена, только в кошмарах такое снилось, да, а тут вы видите, как это на самом деле, там, а вот дыра в полу, где можно спрыгнуть там, на какой-нибудь там, чего-нибудь навальный, какие-нибудь мешки там, не знаю, с чем-нибудь, какой-нибудь там стекловатый, можно спрыгнуть со второго этажа на первый, прямо сквозь пол, то есть это такая, ну, как бы, ну, для ребенка это трансцендентный какой-то опыт, может быть даже, и опасный, естественно, да, я думаю, что много детей, наверное, пострадали в таких приключениях, вот, мы, как говорится, те, Вы как раз сейчас говорите про то, что я говорил, вот про эту церковь, которую взорвали в Питере, вот там было то же самое, вот это для меня, тогда ребенка, было как раз вот это вот удовольствие увидеть все вот эти облевшиеся стены, понимаете, и прыгнуть, как вы говорите, с лестницы, и на колокольню забраться, где уже лестница обрывалась, да. Да, а теперь представьте, что это, например, еще и не просто какая-нибудь там стройка, допустим, это заброшенное, не знаю, скажем, завод, на нем лежат какие-то металлические части, и кто-то умный вдруг соображает, что, ой, какой металл легкий, тын-дын, а вы знаете, это, наверное, магний, ну, дальше не надо рассказывать про магний, да, все знают, что это такое, то есть при помощи напильника, да, из куска там очень странно легкого металла делаются необычайные вещи, от которых тоже, наверное, не все выжили, в общем, но мы выжили, это уже ближе к частям, которые как бы сталкеры вытягивают из зоны, скажем так, да, и что с этим дальше делать, как это приспособить, хоть и не понимают, как это работает, просто знают магическую формулу, смешать это вот с этим, сделать вот так там, да, и вот, и отойти на дальнее расстояние. Я к тому, что они не одеты, возможно, потому что ничего их там на самом деле не ждет, и сталкер об этом знает, вот, вот что у меня, и в этом смысле, если я предположил, что это так, то в этой комнате желания, на самом деле, этой комнате желания, которая там была золотая, он же по книге, по-моему, собирался его украсть, оттуда этот шар вывезти, по-моему, он же шел его, хотел его на этом, на аэростате, что ли, на чем-то его привезти, вынести его из зоны, а здесь у вас какая-то грязная комната, и это похоже очень на волшебство, которое творит волшебник изумрудного города, ну, или волшебник из страны ОСС, ты хочешь смелости, ну, вот, сейчас тебе мы там эликсир волшебный там сделаем, ты хочешь сердце, ну, вот, тебе сейчас шелковое сердце, тебе засунем там, или там, ты хочешь ума, ну, мы сейчас тебе, значит, эти твои там опилки смешаем с иголками, вот, у тебя ума стало сильно больше, то есть это опять типа психотерапии, да, такое волшебство, поддельное, что ли, волшебство, да, то есть типа установка, в лучшем случае, это я сейчас говорю, в лучшем случае установка, если предположить, то вот это очень хорошо клеится, и в этом смысле тогда, во-первых, невозможно никогда сказать, то есть если ты говоришь, что он исполняет не все, а только ваши самые сокровенные желания, вы понимаете, что это означает? Человек туда, допустим, не зашел, и у него просто идет что-то в жизни, и он будет думать, что, может быть, будет думать, типа, что это частично вызвано его посещением, значит, этой зоны. Другой вариант, он туда зашел, сказал что-то, что он хочет, не знаю, хочу там, не знаю, что, чтобы его, мы россияне забрали на Марс, россияне не прилетели, но у него какие-то другие события в жизни произошли, может быть, хорошие, может, не очень хорошие, и он тоже, если он магическим мышлением, как бы, отягощен, то он будет думать, а, а, так это комната сделал, значит, вот, что я на самом деле хотел. При том, что никакая комната ничего на самом деле не хотела, и у него ничего не узнавал. Просто в жизни были события случайные, что до того, что после. Ну, может, не случайные, но, скажем, объективные события, которые никаким образом не связаны с загадыванием желаний. То есть проверить в рамках вот того, что он им в фильме показывает, проверить, что он на самом деле что-то делает. Вся вот этот разговор про дикобраза, это же разговор. Когда дикобраз был в этой комнате, никто его не видел, что он там делал, что он просил. Может, просил, может, вымаливал брата, может, нет. Может, он от него бы избавиться мечтал всю жизнь от этого брата. Кто его хреново знает. Может, он был рад. Может, он вообще туда пошел не за то, чтобы желание загадать, а чтобы от брата избавиться. Под надежным предлогом, чтобы не было следов. И избавился. Это какой-то редкий случай в истории, нет? Смотрите, Авеля и Каина, все в таком духе. И тогда возникает вопрос, если люди в это верят, то есть они думают, что это на самом деле, скажем, волшебник из стороны ОС, то эти, которые не зашли в комнату, они просто испугались самих себя. Другому это сказку напомнил, детскую. Что-то такое. Этот горшок никакой не волшебный, а самый обыкновенный. Я сделал с ним только одно. Немного сажи насыпал на дно. Все вы дотронулись до дна, потому что совесть у вас чиста. Все, за исключением кота. Вот и все. То есть люди, которые просто испугались, что вдруг их какой-нибудь кошмар темный вытащится, значит, на поверхность и реализуется. Это, кстати, на самом деле роднит с сюжетом Соляриса. Да, потому что там тоже эта тема была. И произносит тебе, по-моему, тот же персонаж. Типа, что если сбудется только то, о чем ты только подумал, что ты даже всерьез не имел. Ну, в общем, как он там с ними обходится вот в этой всем... Ну, то есть, скажем так, велик шанс, что все это просто фейк. Все это фейк и обман. Может быть, обман, помноженный на какой-нибудь наркотический трип. Может быть, тоже. То есть вся вот это, почему они могут быть одеты никак там, и они собираются 200 метров пройти. Это вот те, кто принимал вещества, да, некоторые, они рассказывают тоже, что там можно очень долго идти 200 метров, ценные приключения будут, по которым можно потом фильм снять. Но все это было на 200 метрах грязной, там, неубранной земли. А почему именно там? Потому что в другом месте полицейские ходят люди, и там тебя подберут с земли, да, и сдадут, там, не знаю, в милицию, либо в скорую. А тут тебя никто не найдет, там, не знаю, две недели, ты можешь, в себя еще придешь, если живой, конечно, будешь. Вот. И последнее, что я хотел сказать по поводу, что зона, если подзона не понимает за границу, что она нас изменила, хоть и не убила, на самом деле, вообще-то, если пофантазировать, какая реалистичная проекция, если, опять же, считать, что зона – это просто идолпоклонничество перед Западом, не более того, перед его пустыми консервными банками, что произошло с дочерью у Сталкера? Я так, все очень просто, я так понимаю, если выкинуть отсюда, ну, всякий там божественный гнев за то, что он идолпоклонник, то остается, что просто он ее чем-то заразил, вот и все. Он что-то принес из этой своей зоны, зона может оказаться в реальности, например, не знаю, там гостиницы «Интурист», где он наобщался там с местными сотрудницами, которые раскрыты в другом советском фильме, позднесоветском, «Интердевочка», думаю, мы тоже до него когда-нибудь дойдем. Он с ними наобщался, он что-то принес домой и заразил ее, вот все, такое банальное объяснение, вот вам как, так сказать, предотвратное влияние Запада на самом деле, да, возможно, убило здоровье этой девицы, и может она и головой повредилась, может еще что-нибудь, там не знаю, может ей кажется то, что происходит, на самом деле нет, вот, в общем, она как бы знает то, что ей по возрасту не положено знать, говорит какие-то слова непонятные, то есть, возможно, он просто притащил чего-то с собой из этой зоны, в кавычки сейчас, я зону показываю, зону в кавычках, из зоны притащил, вот и все, и она болеет, все очень просто, вот, так что, если в этом смысле смотреть, на что с нами сделала заграница за время перестройки, ну, во-первых, она убила тоже достаточно много людей, прямо и косвенно, да, то есть, стреление за этой вот Америкой, не существующей, оно убило много народу, я думаю, достаточно, собственно, ту же интердевочку, да, она же именно так и погибла в итоге, то есть, это же реальный пример, вот вам, она попала в эту самую, значит, на Марс, но на Марсе оказалось нет воздуха, ну, это выяснилось уже слишком поздно, так что, убило достаточно народу, и дети, которые сейчас, если под детьми понимать, молодое поколение, которых все меньше, меньше и меньше, это же и можно трактовать, как, а что мы, как общество, чем мы заразились от этого замечательного Запада, но мы заразились целым комплексом, вообще-то, заболеваний, очень тяжелых, и даже, даже одно из них можно назвать, допустим, неспособность к самовоспроизводству уже вещь, несовместимая с жизнью, ну, на длинном периоде, а если еще и помножить на что-то там, на какие-нибудь, на неспособность, на неспособность устраивать свою жизнь, там, на неспособность устраивать банальные там социальные институты, то, в общем, мы подхватили оттуда кучу смертельно опасных заболеваний, которые просто несовместимы с жизнью, как общество, я имею в виду, и, собственно, так что, если эту девочку считать нашим всем вот этим молодым поколением, которое выросло после 90-х, родилось и выросло, то, да, это можно как образное такое трактовку тех, кто пришел. Так, Алекс, это рука не опущена или еще хотите добавить что-то? А, все, тогда, Алекс, другого прошу. Вы руки, пожалуйста, вешайте, кто закончил, чтобы мы не путались. Так, ну, я вот Сергею тут по нескольким пунктам хочу возразить. Ну, во-первых, не надо думать, что нас Запад заразил. Мы тоже Запад заразили, все нормально. У меня сейчас там левые идеи продвигаются, опять марксистское учение вспомнили и все такое, так что они от нас заразились этим и, в общем-то, идут нам известным всем направлением. Это абсолютно так, вот с точки зрения невоспроизводства, таки да, именно так, да. Так что тут процесс обмена инфекций взаимный. Вторичное заражение это называется. Да, 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 вот так. Это еще, как бы, вопрос еще, что хуже, что лучше, чем это все закончится. Так, теперь вот про веру, да. Ну вот, на самом деле, вот я говорил в своем докладе, что четко надо разделять вот веру как в каких-то там этих инопланетян, еще в что-то, да, со всяких этих домовых и прочее от веры в определении, которое апостол Павел дает. То, что вера, это есть осуществление ожидаемого, то есть то, что, ну, должно именно реально в этой жизни произойти и реальность невидимого, да, то есть то, что мы должны, как бы, увидеть совершенно другой слой жизни и понять, что это вот на самом деле происходит. И вот именно в таком толковании, ну, в данном случае, конечно, не к Богу применимо, а вот именно к зоне. И сталкер, он в конце вот эту речь свою произносит, он четко вот говорит, что у людей, получается, ну, орган как бы этот атрофировался, они не хотят видеть, не хотят понимать, что, как бы, есть другие слои жизни, есть по-другому все может происходить. Они просто берут это все и обесценивают там, ну, простые толкования говорят, вот, допустим, та же самая зона, это просто какая-то лужайка, грубо говоря, да, или заброшенный завод, или еще что-то, и ничего там не происходит, и так вот. Ну, можно, конечно, и так, и сяк относиться, но вот вопрос тоже, как бы, это вот, в принципе, основная тема фильма, как это, как к этому относиться, вот так вот, или так вот, и что человек выбирает, он фактически перед выбором стоит, когда с ним вот такие вещи начинают происходить, они, в принципе, с любым человеком происходят, а в детстве они вообще постоянно с любым происходят, а потом этот орган, как бы, атрофируется, и вот про это вот фильм, как бы, и поэтому там и про детей тоже длинная цитата идет, эта длинная цитата, она, кстати, не из Библии, она из Лао-Дзы, там еще и, как бы, и буддийские какие-то тексты тоже так просказывают, ну, в общем, там много на самом деле цитат, но эти вот цитаты все, они идут именно вот как вот, именно к этому вопросу, вот как бы, познание, как бы, других слоев, другого, как бы, то, что мы, как бы, сами у себя атрофировали и не видим этого, можно как бы, а более того, что, как бы, по тому же Тарковскому, по его взгляду, мы сами такие миры можем другие творить, не просто там в зону водить, а можем именно творить и делать, и создавать такую же реальность для других людей, то есть вот в этом, как бы, ну, крутизна, что ли, этого фильма, как бы, считается определенная, ну, это вот такой вот, как бы, комментарий, вот у меня, кстати, такое предложение, может быть, книжку отдельно как-нибудь разберем, потому что книга, она, во-первых, как бы к фильму совершенно отношения не имеет, а там, в принципе, каждая глава интересная, там четыре главы, и над каждой главой можно рассуждать, обсуждать, там альфа-самцы те же самые есть, и та же самая зона, там она совершенно другая, как бы, да, вот тут она уже всплывала, как за границей, там, и так далее, вот у Выкова, допустим, есть обзор интересный, он, конечно, там саму на глобус натягивает, он зону из книжки обзывает, типа Советским Союзом, там, и прочее тоже, там из книжки тоже много можно вытащить, все, книжка-то небольшая, в принципе, 200 страниц всего, вот, то есть ее как-то на отдельное обсуждение вытащить, и пообсуждать ее, было бы, я думаю, интересно, а сегодня как-то помолчать, что ли, как бы, хотя, в принципе, сколько бы мы не спойлерили книгу, все равно там найдется что обсудить, вот так вот, книга, она, кстати, достаточно тоже лаконично написана, и воды там практически нет, вот, тут тоже насчет Парижа, да, я вот тут как бы по ходу дела читаю «Бремя странствий человеческих», там, кстати, тоже Париж представлен в очень интересном виде в этой книге в то время, да, в начале, там, в конце 19 века, в начале 20 века, тоже такой вот богемный мегагород, он написан достаточно интересно, и с точки зрения англичанина вот так вот выглядит тоже, вот такой же образ был, может быть, там приклеилось к нему, что ли, это, ну, Париж, Париж, так, потом, следующий тоже момент, да, так, на самом деле, вот, в фильме «Сталкер» вообще ничего из зоны не таскает, в отличие от книжки, он просто туда посажнул, как бы, этих посетителей водит, и в этом его месте вообще ничего оттуда не принес, то есть он, и там вообще и особо таскать нечего, там, никаких этих няшек, ничего не лежат, там, какие-то там железки, еще что-то, вообще ничего нету, там, вот так вот, ну, да, там странные вещи, там, пены закрытые, это там трава синяя и прочее, то есть такие вот, как бы, моменты, а так-то там вообще оттуда ничего не брать, так, так, вот там про сцену говорили, да, когда они там легли, отдыхают, на самом деле, вот эта сцена, это целая цитата, на самом деле, то есть они там так легли, хитро, вот есть такая икона у Феофана Грека, называется Вознесение, да, когда там трое апостолов вместе с Христом поднимаются на гору Фавор, и там засыпают, а потом Христос преображается, и вот там на этой иконе они как раз в точь-в-точь в таких же позах лежат, как в этом фильме показано, только единственное, что вместо Христа там прибегает черная собака, тоже еще такой символ, весьма своеобразный, вот, тоже его по-разному трактуют, это вот один момент, а второй момент, это тот же самый Феофан Грек, он в Андрее Рублеве же, как один из персонажей в первой части проявляется, то есть тут еще как бы мостик вот этой сцены на Андрея Рублева попадает, и третий момент, там вот когда они засыпают, получается там камера, да, знаменитая сцена, в принципе, снятая, когда вода там лежит, да, на плиточном полу таком, и там разные предметы раскиданы, и все такое, вот эта камера постепенно там двигается над водой, такая длинная сцена идет, все, потом она постепенно на персонажей переключается, там вот так вот, вот, вот как бы есть такое толкование, я просто первый раз как бы, ну, когда, я фильм-то очень много раз смотрел, и вот в этом моменте как бы показывают нам именно эту комнату, куда они должны зайти, показывают пол ее, как бы вот так вот, а потом показывают, что эта комната как бы смотрит на героев, которые там вот лежат, и так же вот как Христос, да, при Вознесении, допустим, смотрел на них, пока они, перед Вознесением смотрел, как они спали, вот примерно так же, вот и комната показывает, и смотрят, и что происходит вот с ними, вот такое вот как бы, ну, такое вот объяснение, что ли, вот так вот, я просто раньше сколько не смотрел, у меня такого как бы, ну, никогда-то даже в голову такое не приходило, так, теперь, следующий, значит, момент, вот, насчет, в общем-то, сталкера, да, когда он с этим, с писателем, разговаривал, ну, в принципе, он на самом деле, с самого начала его к мясорубке готовил, просто он ему ничего не говорил, видимо, посмотрел на него, понял, о, готов персонаж для мясорубки, он пойдет первым, короче, поэтому он ему там, и палочки эти подсовывал, и все делал тоже, то есть, он уже все заранее, знал, уже даже, думаю, до входа в зону, знал, что вот этот персонаж, он пойдет в эту мясорубку, как бы, там через нее первым пройдет, так, также вот есть, насчет дикообраза, да, вот есть такое мнение, что дикообраз, это тот же, это на самом деле, этот сталкер, только несколько лет назад, то есть, он является этим дикообразом, и как бы, ну, наметка такая, что вот он там в платке ходит, у него платок на голове, ну, на шее повязан, это вот платок, он как раз закрывает след от петли, вот, и получается, что он на самом деле про себя эту историю рассказывает, ну, я не знаю, тут как в фильме, в принципе, четко не говорится ничего, действительно ли он был дикообразом, или кто-то другой был там сталкер дикообразом, тоже, может быть, просто такая, как бы, инсинуляция дополнительная, а платок он так просто мог одеть, ну, в принципе, для сюжета, это, в общем-то, и не важно, ну, был, был там, главное, что историю нам рассказали про него, и все, вот, насчет комнаты, да, вот сама эта идея, то, что в комнату зайдешь, и получишь само сокровенное какое-то желание, которое ты сам не знаешь, еще что-то, это на самом деле тоже калька идет, калька идет на Достоевского, в каком-то из его романов, по-моему, может быть, даже в «Преступление наказания», там, Свидригайлов рассказывает это, может быть, кто-то в другом романе, я не помню сейчас, там вот такой же, как бы, диалог идет, что вот этот герой, он неположительный герой, тоже там, достаточно мерзкий тип, он рассказывает такое, что вот, вот мы думаем, что типа умрем, и в рай там попадем куда-то, в такое хорошее место там, ну или в коммунизм там, или еще куда-то, и вдруг мы туда заходим, и там оказывается комната с пауками, и вот это все наше сокровенное, это мечтание, где мы хотим оказаться, это именно та самая комната с пауками, вот, и вот эта вот идея, она вот как бы транслируется через фильм «Солярис», то есть он фактически взял Достоевского это, и вот таким вот образом, скажем так, это перетранслировал. Так, ну цитат тут на самом деле в фильме очень много, ну вот то, что как бы я вот увидел, там другие что-то увидели, на самом деле там его разбирать можно бесконечно, то есть там не только Библия, Библия, она просто, ее все более-менее знают, и там два достаточно больших фрагмента четко там, с того же самого апокалипсиса, и с описания, когда Христа, допустим, встречают после воскресения двое, вот это вот как бы четко там, ну, из Тарковского того же самого стихи, там из Тютчева, это все очевидно, а вот там на самом деле еще куча-куча цитат, из того же Достоевского, из Лао-Дзы, там из буддийских каких-то моментов, просто это вот, ну, там такой коктейль намешано, и в принципе даже не важно знать, что к чему относится, смотреть надо, ну и все, там, что показали, то и показали. Так вот. Так. Ну, еще тоже про свое первое впечатление, о загранице тоже хотел, раз уж тут пошли такие воспоминания. Ну, не знаю, я вот первый раз, сколько, ну, примерно больше 20 лет назад оказался за границей, причем у меня все круто было, я, то есть достаточно случайно оказался за границей, оказался на Мадейре сразу, в командировку поехал, короче, бесплатно, можно сказать, там оказался. Вот, и у меня вообще такое ощущение было, блин, думал, я поеду, там сейчас капиталистический рай увижу, все такое, там, туда-сюда, приехал туда, блин, ну, люди так же, как у нас живут, такие же люди, там, говорят только по-португальски, скажем так, причем простые, там, островитяне достаточно, те же самые хрущевки, там, в городе стоят, только в летнем варианте, то есть ничего вообще такого особенного нет, ну, там, да, природа обалденная просто, там, это отдельный разговор, но она никак к людям, к жизни капиталистической, вообще не относится, и никакие они не капиталисты, там, обычные люди, как бы, и вот для меня это такой, как-то вот шок был такой, что, типа, вот меня обманули, типа, ну, в Москве там в то время уже намного круче люди жили, вот так вот, ну, 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 и ладно, и хорошо, значит, везде все одинаково, вот, как бы, с таким вот подходом после этого, как бы, я вот где бы ни был, то есть, так вот и воспринимал-то все, в общем-то, так что первое восприятие, оно достаточно своеобразное, а еще я помню, что вот люди первые, которые в Турции оказались, ох, там же дворец, там же за нами все ухаживают, мы там как, в этом отеле находимся, там бесплатно, сколько хочешь, кушай, пей там, обслуживают, убирают все, мы себя господами там чувствуем прямо, и прочее, и прочее, так что, видимо, это вот первое восприятие, скажем так, другого мира, выхода, попытку выхода стать человеком, гражданином мира, оно вот очень важно на самом деле, может быть, действительно, может лучше попадать куда-то туда, где как бы это не сильно, в общем-то, такое различие появляется, вот у меня все. Благодарю. Ну, честно говоря, у меня про черную собаку, если я видел, что этот, ну, как-то забыл сказать, что ли, не знаю, в общем, ну, спасибо, что напомнили, про то, что вот эта сцена с отдыхом, она действительно калька с иконы сделана, но в этом смысле, тогда черная собака, просто однозначно, если у нас представитель ложного культа, какого-то там, да, деструктивного культа, происходит что-то типа, типа преображения, только не господне, да, просто преображение кого-то другого, и появляется черная собака на выходе, что означает черная собака, слишком просто, либо это чисто языческий символ, да, то есть просто к языческому культу имеющие отношения, потому что собаки в библейском контексте очень негативно, скажем так, то есть когда там сравнивают с собаками, там очень негативно в смысле сравнивают, по-моему, даже в это самое, что-то про пророчество в Антихристо, Антошке Кинутубок, он связан там, как-то с собакой, фигурирует, типа что, то ли родится от собаки, что-то такое будет там, типа, ну, либо это впрямую как бы намек на Антихриста самого, да, типа, что это вот, то есть Антихрист родится от этой собаки и дочери его, ну, просто так получается, как бы, да, это простой вариант. Куда эта линия ведет? Она ведет к концу времен, конец мира. Все, по-моему, по-моему, так просто. Все. Да, Алекс. Ну, там, в принципе, фрагмент из апокалипсиса, он как раз перед появлением этой собакой звучит, так что там, ну, как бы, есть такой момент. Вообще, конечно, этот символ интересный, его там по-разному кто-то интерпретирует, туда и сюда. Ну, у меня вот, допустим, такая интерпретация, я, может быть, думаю, что это спекуляция определенная или еще что-то, там же эта собака черная, она там несколько раз бегает, появляется, и потом, в конце концов, она из зоны выходит, и там он притаскивает ее, ее кормят там все, как бы, вот так вот успокаиваются. У меня вот такое ощущение, ну, это как бы мое чисто толкование, что это вот тот самый демон Декарта, да, то есть демон сомнения, что ничего нету, как бы, что нету вот мира, что ли, этого другого, нету параллели, нету вообще этого мира, вообще ничего нету. Все, кто-то нас обманывает и нам что-то подсовывает. Вот это вот символ, он вот в виде этой собаки как раз и показан. И как бы в конце получается, что сталкер-то, в общем-то, эту собаку приучил, приручил, домашнил, успокоил, как бы, и привел домой, в итоге вывел ее из зоны, то есть очистил зону от собаки, и потом она в конце там, по-моему, за ними тоже бежит, когда он со всей семейкой своей домой отправляется. Ну, это вот такое, интерпретация, она немножко натянута, ну, вот как бы так вот, а что там на самом деле Тарковский имел в виду? Вот это вопрос еще тот. Я тут уже вспоминал про поколение П. Пелевина, помните, там была, что это такое? Собачья кровь. Символику, надеюсь, не нужно объяснять? Он говорит, нет, не надо, читал кое-что. Ну, вот, собственно, примерно, может быть, даже Пелевин, когда это писал, может, имел в виду что-нибудь в таком духе, типа Тарковского. Но над Тарковским достаточно настебался, там, кто читал его, такой не очень известный книг, есть, по-моему, «Шлем ужаса» называется, там такое, много стеба над Тарковским, там вот это зеркало Тарковского достаточно настебался. Ну, что, если мы, в принципе, выдохлись про фильм, хотите это самое, свободный режим, давайте свободный режим. Включаю. О чем желаете поговорить? Ну, или добавить про фильм, может, или в бок куда-нибудь пойти от фильма? Ну, давайте книгу обсуждать, зря, что ли, читали? Ну, Ну, наверное, не все прочитали, как бы так опционально было. Можно я сперва чуть-чуть добавлю, раз мы упоминали тут тоже балладу Джордана Линсон, да? Люси Джордан, я зову. Люси Джордан, да. Так вот, там в чате я уже написал, что есть импотребляция самой певицы, которая исполняла эту песню, что на самом деле эта девушка, домохозяйка, которая устала от кастрюль и всего этого домашнего рабства, она вышла на крышу и на краю крыши стоит, и вот этот вот поток теплого воздуха ей бьет в лицо, как бы она чувствует, что волосы развиваются, и она видит, что ей дает руку какой-то незнакомец и как бы зовет за собой. Вот, и в этот самый момент ее скручивают санитары, кладут в карету скорой помощи и везут в психиатрическую больницу, то есть она могла как бы упасть с этой крыши и разбиться. Вот, и вот вся эта песня, баллада Люси Джордан, это тот самый бред, который ей видится в карете скорой помощи или в психиатрической больнице, то есть это ее видение, то, что на самом деле она, точнее, не на самом деле, а как бы она на самом деле едет в машине, там хорошая погода, ветер развивает ее волосы, и вот это ее бред, ее видения такие. Вот сама исполнительница об этом как бы ей говорит. Поэтому именно вот в конце фильма Тельма и Луизы это вот очень и очень подходит как бы к этой теме. У меня все. насколько я знаю, это же исполнительница, она не является автором, по-моему, автор другой совсем, так что, ну, как интерпретация, понятно, но, по-моему, она не автор. Автор там мужчина, а вот исполнительница, я уже забыл, как ее зовут, вот она как раз вот в 79-м году ее сингл вышел, и на основе этого сингла, который, кстати, и звучит в фильме, вот это она как бы и со временем как бы рассказала. Я понял. Марианна Фейтфу, по-моему, ее зовут, но, слава богу, что дело было, фильм снял достаточно давно, и скажите спасибо, что она не объяснила, что это жертва домашнего насилия была. И она от этого умом тронулась. Сегодня фильм, да, уже народ обсуждает там на других каналах, я там комментарии написал, на редакции кто не видел еще, можете посмотреть, да. Ну, давайте, если про книгу, так про книгу. Давайте про книгу. У всех свободный микрофон, так что вы можете включить в себя, кто хочет. По поводу книги, ведь давайте не будем ее всю обсуждать, а там в конце, ведь когда сталкер идет к этому шару, что он говорит? Он не знает, что пожелать. Я об этом только что говорил, он говорит, ну, ты сам знаешь, чего я хочу, разберись во мне, понимаете? то есть, вот это вот проблема, что человек не знает, чего он на самом деле хочет, понимаете? Вот, и потом же он бежит и говорит то же самое, что сказал сын, я забыл, как этого, и предшественника, ну, не дикобраза, как он по-другому там в книге называет. Да-да, он выкричит, счастье для всех, понимаете? Чтобы все были счастливы, понимаете? Он не знает даже, что это такое. Он не знает, что пожелать. Это основная проблема наших людей. Они сами не знают, чего они хотят. И в результате мы делаем друг другу проблемы. Ну, это правда еще проблема того, вот он там тоже об этом говорит, когда он сидит перед этим шаром, он рассуждает о том, что его не научили думать. Нас всех не научили думать. Мы не знаем, мы не понимаем, мы не можем разобраться в себе, и мы не мыслим. Мы смотрим какие-то стереотипы, ага, нам это понравилось, картинка хорошая, так, я хочу этого. А мне вот сейчас вспомнился другой фильм, тоже вот, как вот Алекс сейчас сказал, что к шару подходит и просит там, то вспомнился фильм «Сфера». Там же тоже они как бы подходили в эту сферу и свои желания как бы исполняли. А мне вспомнился сейчас вот сказали про исполнение желаний, но это же стандартный тест проверка на типа чего ты желаешь. В принципе, это и тема сказки «Рыбаки и рыбки», да, чего ты готов пожелать. Причем там как раз разница, то, что ты хочешь, что ты думаешь, и то, что ты произносишь, это не одно и то же, там про это собственно вся, вся сказка про это. И сериал я рекламировал, не знаю, кто-нибудь посмотрел, столик в углу. Там тема желаний, там очень хорошо раскрыта, просто. Ну, еще тоже тема, там сказка Пушкина о золотом петушке, тоже про это же, на самом деле-то. Там тоже петушок желания не исполнял разные. Вот так вот. Миночка, петушок разы исполнял желания, по-моему, он показывал, откуда враги нападают, и все, больше, по-моему, ничего не делал. Что-то я не помню, чтобы петушок исполнял желания. Это была типа система оповещения, в общем, спутниковое наблюдение времен, не знаю, каких времен, времен Вещего Олега, в общем, примерно. Ну, может, это другой петушок был. Ну, может, но я просто не помню исполнение желаний. Там наоборот, там этот вот Евнух, который, собственно, дарит этого петушка, он говорит, типа, обещай мне, что ты исполнишь, волю первую мою, ты исполнишь как свою. Ну, и потом он его на слаботу, скажет, берет там. Все. Ну, на самом деле, это фильм «Сталкер», он как раз про желания, про все тоже. Ну, я думаю, что «Сталкер» как бы свое желание знал, оно у него достаточно четко озвучено, то есть находиться в зоне постоянно. Вот его основное желание. И ничего больше не надо. Я думаю, что, в принципе, люди типа того же самого Лао Цзи, апостола Павла и других людей, они, в принципе, знают, что хотят. и по соответствующему пути как бы идут, поэтому тут что говорить. У кого-то так, у кого-то по-другому. Да нет, не сектанство, почему? Ну, это секта, он создает секту зоны, понимаешь, и в этой зоне он главный, понимаешь, вот почему. Нет, он как раз не создает секту, он дает им полную свободу в зоне той же самой. Он не дает им полную свободу, он говорит, я же вам сказал идти туда, а вы идете не туда, он пытается навязать свои правила. И он дает спичку, две спички одинаковой длины, там уж какую не выбери, все равно пойдешь первым. Так он может и не идти туда, сказать, я не хочу идти, может, он же потом, там писатель, как бы сбунтовался в один момент, пошел куда-то, там дальше, в принципе, его выбор был, мог дальше так же идти. Он же и в этот момент тоже говорил, писатель, что я, в общем-то, за то, чтобы пошел доброволец, я не хочу идти первым. А сталкер говорит, нет, мы будем тянуть жеребий. И ему первому предлагают тянуть жеребий. Нет, тут вот как раз отличие от секты в том, что секта, она чем занимается? Она просто занимается вдалбливанием своих, скажем так, нарративов. Я о секте не говорю, я говорю о том, что сталкер все-таки манипулировал в этот момент. Он был богом в этот момент. Он знал, он просто знал, он не давал свободы, о которой ты говоришь, он не давал ее. Но он в итоге дал им свободу. Заходите в комнату, заходите, хотите не, заходите, как бы, то есть это ваше дело тоже. Это постоянно, то есть он как бы достаточно, ну как, свободу дает, а то, что вот он как бы... Он не давал свободу, он забирал этот бомбу эту... Если помнишь, писатель его... с ним дрался, потому что он тоже считал, что, наверное, что эта комната вообще не нужна, что надо ее взорвать всю, понимаешь? Он дрался с ним. Алекс вроде Сафина смотрит, да, и не видит тонкой манипуляции со стороны сталкера. Я Сафина этот разбор послушал, буквально минут 10, потом выключил просто. А я не слушал разбор, то есть как бы, но привести людей к двери, то есть как бы, а потом дать им выбор, это знаешь, это уже вот, ну, четкая манипуляция. То есть я вот... Это не манипуляция, это его работа. Ему заплатили деньги. Его задача довести этих людей в целости и сохранности до двери и вернуть их обратно. Поэтому он просто выполняет свою работу. Они согласились на эту работу? Пожалуйста. Нет, вот тут еще... Все, то есть договорные отношения у них на самом деле. Так что он выполнил просто свою работу, а то, что так нужно было сделать, да, он мог сразу им рассказать про это, про все, вот ты пойдешь в мясорубку, там, ты сюда, он скажет, а что, смотри, я когда хочу проманипулировать человеком, грубо говоря, я ему даю два выбора, то есть как бы... И оба эти выборы, то есть они положительны для меня, то есть как бы... То есть я в обоих случаях, когда человек делает выбор, я получаю некую привилегию, то есть или плюс. То есть в этой ситуации он в любом случае остается в плюсе. То есть давать человеку выбор, в котором, то есть как бы ты в любом случае остаешься в плюсе, это манипуляция. Тут дело не манипуляции, тут я еще раз говорю, он взял на себя работу, провести этих людей в зону и вернуть их обратно. Ну да, он в любом случае остается в плюсе. Поэтому те согласились на эти условия, они сами ему предложили, то есть ладно, хорошо, и он сделал свою работу правильно. А то, Ну а дальше, то есть хотите, ходите, хотите, не входите. Мне без разницы. Да, какими целями он это сделал, то же, это уже другой вопрос, как бы, да. В принципе, я тоже так же манипулировал студентами, допустим, потому что у меня был результат получить, чтобы они выучились там, чтобы они нормально, спокойно сидели там, успокоились и так далее. Но это как бы в определенных границах все делается тоже. Поэтому это тоже вот вопрос, когда это можно применять, когда нет. Понятно, что эти товарищи, которые в зону идут, они как бы вообще неофиты, они вообще ничего не знают тоже, как бы, как это все произойдет и что там происходит. А он-то опытный, поэтому вот и все. Возможно, еще такой вариант, что не обязательно заходить-то и в комнату, главное пройти вот этот путь. Пока ты идешь, у тебя какие-то свои мысли происходят. Да, я про это говорил, когда вот доклад-то делал, тоже говорил, что дело не в том, что в комнату зайти, а дело в зону зайти. И самое главное-то произошло, что они, когда к комнате подошли, они осознали, а то, что обратно там происходило, нам просто это не показали. А там наверняка тоже что-то происходило, как бы, такое очень важное, потому что другие вышли. А то, что он действует с точки зрения, что он знает прекрасно некие законы данного места, и он говорит, что нужно слушаться его, чтобы пройти до определенного конца. То есть в этой ситуации он полностью, вот по абьюзивной технике, ставит ответственность полностью на себя. То есть он лучше знает, чем жертва, то есть он лучше разбирается, чем жертва, в том, что здесь происходит. Значит, его мнение приоритетное. То есть как бы жертва в какой-то момент начинает, соответственно, опираться на конкретное его мнение. И в этой ситуации вот он их довел до конца, и как бы, и все. То есть цель-то была довести до конца, а дальше, типа, ты сам решай, то есть жертва, сама решай, как ты поступишь, входить или не входить. С другой стороны, вот он без проблем подталкивает их к этому выбору, что нужно обязательно войти в эту комнату. Вадим, смотри, вот возможно... Тут нету жертвы никакой. Нету никакой жертвы. По той простой причине, что они, во-первых, сами согласились туда идти, сказали все вот так вот. То есть тут нету каких-то жертв и еще чего-то такого. Но они живо в зависимость впадают, то есть как бы он владеет местом. Но они согласны на это, понимаешь? А любая жертва всегда согласна. Нет, нет, нет. Жертва идет в договор с тираном, что я тебе даю возможность обладания силой, потому что сам не могу использовать эту силу, грубо говоря, а ты мне даешь возможность защиты. Вот в этом суть, то есть как бы взаимодействия жертвы и тирана. Нету тут никакой жертвы по той простой причине, что они идут как бы в непонятное место, неконятное что, они принимают от себя проводника, который берет... Ну проводник-то знает. Он берет на себя ответственность, это его работа провести туда. То же самое, если когда-нибудь был в пещерах. Вот когда-нибудь ты когда пойдешь там на Эльбрус или еще куда-то там... Не, я согласен, что я делегирую в этом случае знания на другого человека. И Алекса поддерживаю, что мы в пещеры сабленские ходим, там без карты, без проводника ты просто не выйдешь. Ты всяко делегируешь. Ну я в этом случае как бы смотри, на мое решение, что будет дальше, даже вот в этой ситуации, находясь в пещере, очень важное влияние оказывает тот человек, который привел. Я в этом случае буду полагаться на него как ответственное лицо. То есть я уже снимаю с себя ответственность за то, что будет происходить дальше. Да, но тут нет отношения жертвы и как бы абьюзер, грубо говоря. Ну как бы давай, если не называть это... Если не называть это жертвой абьюзер, то это в любом случае перенос ответственности. Это делегирование ответственности. Ну да, перенос. Ну делегирование, перенос. Не важно, как ты это назовешь. То есть как бы это в любом случае перенос ответственности. А иначе ты не научишься этому делу просто. Если не перенесешь какому-то опытному человеку это, не перенесешь просто. То же самое, если тебя поставить, грубо говоря, на те же горные лыжи и сказать, с крутой горки едешь, ты скорее всего просто ухайдакаешься. А если ты с инструктором поедешь? В первую очередь сначала тебя обучают. Да нифига не обучают. Обучают, в смысле ты сначала получаешь некую теорию и практику, а потом говорят, все окей, ты сегодня сам едешь. И ты сегодня сам едешь. Но меня, допустим, никто не обучал. Вот это я говорю просто по своему опыту. Вот так вот. Изначально меня никто не обучал. Поэтому вот так вот. Так что вот это... А если бы обучали бы, то все бы намного проще было бы. И без лишних трат там и так далее, и так далее. Поэтому, когда кому-то делегируют ответственность, как в данном случае, это не есть отношение жертва и абьюзер. Это именно делегирование ответственности. Ну, ты стажер. Да, и там момент был в самом начале, когда там они первый раз стали против него бунтовать. Он сказал, все, вопросов нету, садимся на дрезину, едем обратно, короче. Я небольшую сумму беру с вас за то, что время потратил на вас. Ну, это же тоже абьюзивная техника. Нет, он им предложил, хотите, ну, возвращайтесь, если никто вас дальше не зовет там. Ну, нету проблемы. Ну, окей, я как бы... Все, дорогая, давай как бы на этом закончим, мы разводимся, то есть как бы и не будем дальше продолжать наши отношения. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у человека есть выбор. Хочешь дальше идти? Не хочешь? Пожалуйста, вот туда иди. Все. А как еще поступать? Ну, человек, пошедший на определенный договор, он согласится с тем, что мы идем дальше. Это просто манипуляция. Не обязательно. Ну, как нет? Не обязательно. Я сталкивался с таким, когда люди отказывались и дальше. Например, с тем же самым... А это ты со здоровым человеком столкнулся. А с человеком, например, я говорю, что в ситуации, когда абьюзер с тираном сталкивается, то есть как бы абьюзер согласен на договор. Это о том говорит, что абьюзер сам является... То есть, как тебе сказать, что жертва сама является абьюзером. То есть она хочет получить... Жертва и абьюзер, понимаешь? Нету их тут в этом. Ни в фильме нету, ни в таких вот ситуациях, когда кто-то кого-то обучает. Не давай их назовем не жертвой, а абьюзер. Просто по-другому. Манипуляторы их. Нет, это не манипуляторы. Это просто у тебя есть как бы договорные отношения. Ты в любой момент, в принципе, пока это возможно, можешь их прервать. Вот у меня как бы было такое. Меня там звали, давай на лошади, научимся, научимся. Я поездил, поездил, да, один раз. Мне хватило как бы. Я не скажу, что мне это неинтересно. Но я как бы сказал там в силу других причин, что у меня другие как бы важные вещи в жизни более есть. Ну, извините, это как бы я другим займусь. Все, я отказался. То есть я повернул обратно, короче говоря. И тут также эти два товарища могли просто сказать, все, досвидос там, или один сказал там, давай. Тогда он сказал, окей, я тебя отвожу, потом дальше возвращаемся с одним там. Ну, то есть вот примерно вот так вот. И когда вот ты работаешь с группой там или еще где-то, на работе тоже, когда вот ответственность на тебе лежит за людях, такие решения постоянно приходится принимать там, и никуда ты этого не денешься. Это не объюзивные отношения, это просто отношения в иерархии определенные. Я с Алексом согласен. Мне тут интересно так слушать Алекса. Когда мы возвращение разбирали, там отец пацана из машины выкидывает и оставляет на мосту. И Алекс тогда настаивал, что это была манипуляция наподобие женская, что вот отец нехороший, он манипулятор. А здесь наоборот, здесь никто не манипулирует, все правильно. Алекса на месте просто не поймает его. Нет, нет, там просто другая ситуация была. Там просто у этих детишек выбора не было, их всунули отцу этому и вперед, короче. Вот. И там уже дальше они как могли, так и крутились в этой ситуации. А просто сознательно все. А с чего взяли, что у сталкера здесь нет каких-то... То есть, как я понимаю, слово манипуляция означает достижение скрытых целей, которых не знают, значит, жертвы. То есть он прямой не озвучивается, да. То есть у него есть свои цели. А с чего вы взяли, что у него нет своих скрытых целей? Вот, например, если там реально такая опасная зона, что оттуда можно не прийти, то с него как бы никакого спроса не будет, что ну не пришел человек, скажет, себя пожмет плечами и скажет, ну там комариный плеш оказался чуть-чуть более плешивый в этот раз, в общем, не туда наступил, туда не ходи, сюда ходи, а то плеш в бачка попадет, совсем мертвый будешь там. Ну, типа шагнул не туда и умер. А что если он... С Эльбрусом то же самое. Нет, я хотел сказать, а что если он, например, шел всего лишь навсего, то есть в чем его задача могла быть, например? А может, он кормил мясорубку? Мясорубка просто оказалась сытая в этот день. Или ей не понравился тот, кого он ей привел. И все. На самом деле. Плюс деньги, плюс деньги. А деньги в любом случае получил. Ну, вот в таких случаях обычно идет в ход репутация того человека, который этим занимается, скажем так, или той школы, кому он принадлежит и прочее. Хотя вы сами понимаете, что в таких делах, что тот же Эльбрус, грубо говоря, или горные лыжи, или еще там что-то такое опасное, там куча всяких паразитов сидит, которые вот именно этим и занимаются. Вот так вот. Но в данном случае сталкер, он не паразит, как бы вот он так вот. А почему? Он получил деньги с этого и плюс ко всему мог накормить мясорубку. То есть он предложил им два варианта выбора, в которых он одинаково оказывается в плюсе. Я говорю, в любом споре, в конфликте, то есть предлагай два варианта, то есть как бы которые тебя приведут к некому положительному плюсу. Вот и все. Он в объекте... Нет, ты не понимаешь. У него задача была туда сводить их, обратно сводить их. Он этот договор выполнил, он их привел туда, вернул обратно. Не было у него задачи обратно их вернуть. Он говорил, отсюда дороги нет. Своя задача побывать в зоне, потому что он сбегает от семьи, от всего остального. Нет, а он не сбегает от семьи. Он не сбегает от семьи. Там в конце четко же говорится, что семья, она к нему присоединена. То есть это... Не он к семье присоединен, а она к нему присоединена. А он вначале говорит, что для него все тюрьма, то есть как бы кроме зоны. Для него все тюрьма, кроме зоны. У него зона, вот его жизнь. Зона его жизнь. Ну, соответственно, семья тоже для него, это ограничение, которое он не хочет. Нет, семья это не ограничение. Семья это то, что рядом с ним, и он в итоге-то ее хочет в зону переселить. он там в конце четко это говорит, что вот хочу вас всех, заберем туда, переселимся и так далее. Он не учитывает потребности семьи, он действует как ребенок. Он не учитывает, да, я согласен. Поэтому когда вот я тут с женщинами как бы перед этим обсуждением этот момент обсуждал, я привел цитату Тарковского, что типа того, что женщина должна за мужчиной идти, и как бы семья за мужчиной должна идти. И мне тут же понеслось, что типа нет, мы найдем себе такого, что у нас будут общие интересы там туда-сюда, будем вместе все делать, и другой мне мужчина не нужен там и так далее. Что называется это наше совместное решение. Да, наше совместное решение, да. А я на это как бы сказал, ну извини меня, для таких задач как бы и вообще женщина не нужна, можно и мужчину найти, и совместные дела там делаться, или там кого угодно, короче говоря. Это не про это разговор идет. Зачем тогда вообще женщина нужна, если уж так говорить. Женщина говорит, наши общие интересы, это она про свои интересы говорит, которые говорят тебе. Ну ладно, мы не будем уж так плохо об них думать, да, мы думаем там как бы вот так вот. Поэтому в принципе тут туда, тут как бы это вот речь, это не так уськи, она достаточно, ну, примечательна. Ее как бы многие там цитируют даже, в интернете, по-моему, кто-то повторяет Ларису Фредлик, да? С чего вы взяли, что она не так уська? Почему это несозависимые отношения, например? Да ладно вам уж. Она же говорит, что ей хорошо с этим мужчиной, и лучше ничего не надо, как бы. Честно говоря, меня покоробила ее вот сцена, где она изображала вот жертву там на полу, валяющуюся там. Не, а почему жертву? Она же тоже может болеть чем-то. Они же показаны, как этот, с ним явно что-то не все хорошо, с этим сталкером. Не, я согласен, что ему прикинули, да. Она тоже что-нибудь подхватила от счастливого места? Ну, кстати, Наталья есть, она ничего не хотела высказаться. Да, ну, захочешь, скажешь. Нет, Сергей, он не больной, его просто трясет, ему в зону хочется, понимаете? У него ломка там, ему в зону. А что это? Ну, так если ломка, это уже точно, нет, это уже не созависимость, это зависимость. Когда есть ломка, это очень классно. Это независимость, это независимость, это там его жизнь, понимаете? То есть ему вот жизнь не надо. Это не одержимость. Это там жить надо, там вот, это все там хорошо, а остальное там, это все уже нет, понимаете? Ну, как на Западе. Это другое немного, вот. Как это? Да, жизнь за бугром лучше. За бугром, да, вот как есть иллюзия о том, что жизнь за бугром, она другая, она гораздо счастливее, прекраснее и тому подобное. Ну, там реально у него другая жизнь, поэтому он вот туда идет как бы. А вот кто за границей идет, а кто за границей идет, там то же самое оказывается. Вот как с этим писателем случилось, вот примерно то же самое, вот так же. Только мне одному сейчас пришла в голову фраза «свой среди чужих, чужой среди своих». Ну вот, да, примерно вот из той же серии, как бы, ну, что поделаешь. Другие-то люди не понимают, там, про что сталкер говорит и так далее, поэтому он и будет всегда юродивым казаться, что поделать. Он это тоже прекрасно понимает, я думаю. Ну, цветом очень хорошо показан, то есть сначала такой желтый противный цвет, то есть потом такой зелененький приятный цвет зоны, то есть как бы вот. Про то, что, кстати, съемка действительно снималась на какую-то хорошую камеру, потому что объект, ну, то есть съемка была 70 какого-то там года, то есть как бы а фильм, 79, да, получается, а фильм смотрится такое, ну, ощущение, что довольно качественными объективами снята, то есть как бы вот свет подобран, хорошо так вот прям качественно поставлено. А там эту пленку они выколачивали очень долго, там целая история с ней была. Вот после первого, как они первую запортили, вторую фигню взяли, им не давали эту пленку импортную. Там импортная какая-то очень дорогая пленка использовалась, там Тарковский ее выбил каким-то чудным образом на съемки, и там фактически, ну, практически все в один дубль, наверное, снималось. То есть экономили они пленку, потому что ее мало было. Вот это вот один момент. Ну, а второй такой тоже интересный момент на съемках фильма, что, в общем-то, когда они ее по третьему разу запустили, там, в принципе, три этих актера основных, да, они готовы были даже без гонораров сниматься, просто чтобы это, ну, в фильме остаться. Мы, говорит, понимаем, что ты делаешь, и хотим остаться в фильме. Мне уже третий раз играет роль. Вот, да. И когда там снимали, в принципе, они там после съемок достаточно хорошо, в общем-то, расслаблялись, то есть все причем, ну, всей группой, короче, вот так вот. И поэтому стали говорить, что вот Тарковский бухает, вот Тарковский бухает, короче. Вот, а на самом деле, ну, все там нормально у нас там было так вот. То есть это вот такое вот дело. И там первую версию они вообще где-то в Казахстане там снимали и так далее. И потом у них там проблема была эту натуру найти, и случайно, в общем-то, там где-то в Прибалтике нашли вот эту заброшенную... Не, я могу по своему городу сказать, у нас есть заброшенный этот завод Сибволокно, который, по сути, ну, по неофициальным данным уничтожили специально, то есть потому что их по России не очень много было. Вот. И когда я туда попал, то есть, как бы, действительно, лазя по различным вот этим местам, то есть, как бы, чисто как фотограф, наверное, как художник оценю такие вещи, то есть, как бы, что ты действительно обращаешь внимание на места, где разбросаны различные колбы, шприцы, то есть, как бы, где была какая-то лаборатория УТК, то есть, как бы, отдел технического контроля, который контролирует как раз выход продукции, то есть, как бы, и вот эти вещи, они смотрятся интересно, то есть, с точки зрения как фотографа или как, наверное, оператора, который бы хотел вот на этом месте что-нибудь бы снять, то есть, я не удивлюсь, что вот есть определенная затопленная лужа с колбами, которая вот для меня, как фотографа, то есть, она воспринимается как что-то такое, какая-то художественная атмосфера, в которой можно что-то снять, то есть, как бы, и вот, что это вполне могло зацепить любого оператора, то есть, как бы, видеооператора, фотографа, Для получения некой художественной картинки, чтобы получить что-то такое интересное, захватывающее, чтобы глаз цепляло. Потому что я действительно останавливался на колбах, на каких-то таких вещах тоже, потому что я даже некоторые колбы привез оттуда себе для съемки. Такие вот вещи могу отметить, что это не факт, что это специально подбиралось, но попадая в такую атмосферу, в такое место заброшки, ты ищешь именно вот такие вот картинки. Ну да, и там вот тоже, когда съемки были, там у Тарковска, он что-то увидел, вот-вот, давайте вот это так сделаем, короче, раз-раз все меняют и совершенно по-другому снимают. Ну, по ходу дела, да. Ну, творчество, у человека творчество, там или букашка какая-то ползет, он вот, надо сюда букашку эту, давайте все идут, ловят такую букашку где-то, чтобы туда ее, потом ее сажают и снимают, чтобы получилась съемка. Так что это там все говорили, что очень тяжело как бы с ним, и в итоге вот получилось. Творческими людьми, да, тяжеловато бывает. И Алекс, хорошо, фильм ты хорошо объяснил, рассказал, что по книге, ты хотел, чтобы мы по книге что-то там обсудили. Слушай, по книге как бы я бы ее отдельно вытаскивал, потому что там... Не надо, давай здесь. Ой, знаешь, сейчас я не смогу просто, я недостаточно подготовлен к книге. Я ее прочитал буквально три дня назад, она у меня там совершенно не улеглась еще в голове, вот так вот. И поэтому как бы я пока не могу ничего говорить, то есть вот так вот. Вообще, хочу сказать, что книга и вообще книги Стругацких, они, там такой рефлексии, как в этом фильме нету. Там нету рассуждений философских. Там идет больше действий, повествования какого-то. Вот что в этой, если вы пикнику обочины, понимаете? Там третья часть фактически только, где там какие-то размышления идут вот так вот и все. Да, а вообще-то там это такое повествование, интересно, очень захватывающе, что люди делают, куда идут, чего там происходит. Вот об этом я Стругацких немного читал, но «Град», например, «Обреченных». Я помню, вот эта книга мне запомнилась, но там нет, там много очень интересных вещей, которые, так скажем, показывают характеры людей. Вот, но там вот это рефлексии, которые в фильме, в фильме ее очень много. Это философские какие-то рассуждения, какие-то там человек должен подумать о чем-то. Но у Стругацких этого нет. Зато там куча всяких мелких деталей. Та же самая сцена там описана, она кратко описана, штрихами, но надо ее составить как бы в голове. Вот представите, как это все как бы выглядит, и потом оттуда выводы делаться. И таких сцен очень много, вот поэтому достаточно тяжеловато читать. То есть там все очень, вот в этой повести все очень-очень сконцентрировано. Вот так вот. Если вот в том же самом вот, в «Мэйме» то же самое, там у него очень все растянуто просто, вот растянуто там описание и прочее. А то тут, наоборот, все так сконцентрировано, все четко все. Вот и это немного напрягает на самом деле. Поэтому когда вот, не знаю, я первый раз, когда книгу читаю, я пытаюсь как бы общий смысл понять, о чем вообще это такое. А потом, когда второй раз уже перечитываю, если это стоит того, уже начинаю вот на такие детали обращать. Там как-то эти частности с целым пытаться связать и общую концепцию уже потом строить. Вот. А у Стругацких там вроде повесть-то маленькая на самом деле, но там так это все достаточно плотно напихано туда. Это как бы вот так вот как бы все это сделано. Там основная мысль о том, что то, что мы видим, вот эти остатки, о том, что говорил Сергей по поводу иностранцев, вот это остатки, это какого-то пикника, вот какая-то, я знаю, цивилизация прилетела, устроила пикник, оставила вот эти железки всякие и там какие-то, ну не знаю, ну что-то от нее осталось, там бутылки, еще что-то, там цепи и так далее. А мы пытаемся в этом понять суть этих вещей, а эти вещи для этой цивилизации ничего не значат, собственно говоря. Это вот этот пикник, который устроила какая-то цивилизация в мире, в нашем мире, на нашей земле. И разбираться в этом, то есть мы не можем даже познать этого, понять, а для чего все эти предметы нужны. Это то же самое, что мы когда-то с иностранцами смотрели вот на эти бутылочки, еще одно что-то там, я не знаю, что они там употребляли. И мы не знали, как это употребляется в Советском Союзе, я имею в виду. И нам казалось, ну это что-то такое необычное. И продавали своим соотечественникам это за большие деньги. Ну, у меня вот такое ощущение, что вот Стругацкий эту идею, как бы, что это за границей типа того, они ее продвигали просто банально, чтобы их неуповесть напечатали. Чтобы вот типа против капитализма там и так далее. А на самом деле они туда совершенно другой смысл вложили. А там и было против капитализма. Он же говорит, перед тем, как он идти к этому шару, он как раз и говорит о том, что вы меня не научили думать. Он обвиняет капитализм, собственно говоря. Ну, это же там происходит все в обществе капитализм. В Америке это происходит где-то. Он обвиняет капитализм, что вы меня не научили думать. Я все время хотел работать на себя, а не на дядю, он говорит. И теперь я буду здесь сидеть перед этим шаром, пока я не придумаю, что мне попросить у этого шара. А что, он на дядю, что ли, работал? Он никогда на дядю не работал. Вот он как раз об этом и говорит, что он не хочет работать на дядю и не будет никогда работать. И поэтому и ходил все время в зону, потому что хотел работать только на себя. Ты при этом благополучно этого чувака, которого с собой молоденького взял, отправил в мясорубку, короче, чтобы дальше пройти. Потому что мясорубка требует жертв. Вот так вот. Нет, ну, я думаю, что здесь неверный вот этот вывод, что он хотел запитать мясорубку этим человеком. Потому что тогда бы его репутация была бы снижена, и с ним бы уже больше никто не пошел бы. Да наплевать, Лул притаскивает, Хабар таскает оттуда, и все нормально, тоже вот, все. Приносит пользу, кто с ним идет, тоже у них есть вариант. Просто сейчас он взял такую запредельную задачу, решил самый главный Хабар оттуда притащить. И не факт, что у него получилось, конечно, там повесть открытая, то есть он притнулся к этому шару, а что там будет? Что потом дальше вот с ним он будет делать? Нет, Алекс, то, что ты невнимательно читал, это вот, смотри, он не пытался этот шар вывести, он стервятнику сказал, что он вытащит шар и получит за него 500 тысяч монет. Но в действительности это он сколько там, два раза пока подходил к этому шару, он не брал с собой вот эту летающую, летающую дирижабль, которую они взяли. Он еще в каком-то месте так бросает фразу, что мол, да нафиг я не буду вытаскивать его из зоны. Не хотел он его вытащить. Ну, понятно. У него была проблема, он не знал, чего пожелать. Он закричал то же самое, что хотел этот парень. Счастье для всех. Нет, но с другой стороны у него мотив был, как бы дочку свою вылечить. Не было у него мотива, он когда там сидел, он рассуждал, что я думаю о мартышке. Нет, я не думаю о ней. Он сидел, выпивал и рассуждал об этом, что он об этом ничего, о чем не думает. Он не знает, чего ему хочется, понимаешь? Ну, понятно. Вот поэтому я говорю, что я недавно эту прочитал штуку, поэтому она у меня еще там, ну, как бы не сложилась совершенно тоже так вот. Так что это тут ничего не поделаешь. То есть он, по сути дела, у этого шара был в состоянии тех чуваков, которых сталкер привел к комнате. Короче, вот так вот. Именно так. Он еще и выпил эту самую целую флягу перед этим и выбросил ее. Понимаешь, коньяка или что там у него было? Коньяка, понимаешь? Алкоголька. Ну, какой-то стимулятор, короче, вот. А у Быкова, кстати, вот у него вообще трактовка, что зона это СССР, которая там мутантов порождает в мир и прочее. То есть он вообще все наоборот, все передрал. Если интересно, вот найдите там на Ютубе, есть у него эта лекция. Она минут на 30, наверное, идет. Там, то есть, конечно, там комменты вообще жгут. То есть там, с одной стороны, всего, какой вы великий там товарищ Быков, как бы. А с другой стороны, вот опять весь совок, короче, все обгадил, короче, пришел там и так далее. То есть вот такая, ну, двоякая реакция. Срезонировала у товарища его, как бы, интерпретация. Но мне все-таки кажется, что на самом деле эти вот, ну, у Стругацких у них все-таки поглубже, наверное, там. Понятно, что они писали в советском режиме при определенных ограничениях. Но все-таки, если бы они глубже бы не копнули бы, все это осталось бы так советской фантастикой. И не до сих пор бы, ну, мы бы тут не обсуждали все это дело. И, в принципе, по книге можно хороший сериал сделать, качественный, в принципе. И никак с фильмом Тарковского не связывать. То есть там есть, что, ну, как, ну, много чего показать можно, если это грамотно. Показать это жалко, что никто нормально это все не экранизировал до сих пор. Алекс, слушай, ну, сами Стругацкие писали для Тарковского этот сценарий. Они его переписывали. Они не хотели, то есть он не хотел тут снять пикник на обочине. Они для него специально сделали другой совершенно сценарий. По его желанию. Нет, скорее всего, он их заставил сделать как надо, короче. Вот так вот просто их. Ну, это хорошо, в принципе, тоже. Хорошее дело тоже. Нет, никто тут не говорит, но как бы просто я про то хочу сказать, что пикник на обочине на самом деле нормально, еще не экранизирован, именно как книга, как вот такая вот вещь как. Это отдельное произведение, разумеется. Ну, как бы интересно бы было, если бы кто-то попытался качественно сделать соответствующую вещь. То есть ждет экранизации, да. Я когда посмотрел тот фильм и потом, ну, заинтересовался этим произведением, стал читать пикник на обочине, я ничего не нашел близкого к тому, что там было написано в книжке, понимаешь? И для меня это был какой-то даже поразительный образ. То есть поразительное открытие. А что Тарковский такое снял? Если это вообще... Ну, там есть какие-то общие моменты, но они такие иллюзорные, что вот найти было стыковку с книгой было вообще невозможно почти. Нас обманули, короче. Да, нас обманули. То есть меня обманули. Я думал, что это Стругацкий написали одно произведение, Тарковский снял по этому произведению фильм, а в результате получилось, что у Стругацких это одно, а у Тарковского совсем другое. Да, компьютерная игра – это третья, там вся альтернативная вселенная – это четвертая, там и прочее, прочее, прочее. Ну, тоже здорово, в принципе. Придумали какую-то такую вот тематику, скажем так, товарищи Стругацкие, и здорово. Хотя я хочу предложить такой вариант, как бы рассмотреть, что сталкер, он тоже обладает некими способностями читать то, что людям нужно пройти, то есть какие испытания им нужно пройти, для того, чтобы они себя раскрыли. И поэтому он так и действует с ними. Они даже сперва вроде бы ему противятся, но он все-таки своими манипуляциями заставляет их все-таки пройти этот путь. И вот в момент, так скажем, конфликтов вот этих, да, их бунта, он определяет, кому что нужно. Вот, и дает именно вот эти задания, пройти там через мясорубку, например. Вот, и они это проходят и уже преобразовываются. То есть происходят метаморфозы у них. Я, извиняюсь, перебиваю, я когда ходил со своим дядей на охоту в лес, ну, там, я не знаю, куда идти, и вообще он меня ведет, ну, просто по лесу, ты понимаешь? И вот он мне говорит, что вот иди туда. Я же первый раз в этом лесу нахожусь. Я не знаю, а что там. И, естественно, я ему доверяю, потому что он-то здесь уже вроде как бы был, он говорит, то есть я знаю, что он там живет и так далее. И он мне говорит, что не надо делать, а ночью какие-то звуки где-то. Он говорит, да я у него спрашиваю, а если медведь нам сейчас на дороге появится? Он говорит, да я из него, из двух стволов выстрелю, и этот медведь упадет. Понимаешь, то есть я доверяю этому человеку, который меня ведет по этому незнакомому месту. Вот это и есть, ну, такая вера. Без этой веры ты, то есть не то, что та же вера, а ты видишь, что в конечном итоге он тебя выводит, обратно возвращает из этого леса в деревню, и ты понимаешь, что ему можно доверять, потому что он привел тебя туда, когда надо, в конечном итоге. Ну, даже из двух стволов медведя не так-то легко увалить. Ну, его уверенность, она тебе дает это ощущение, что ты идешь по правильному пути. Я сейчас просто вот скажу, я когда еще был маленький, я помню вот с дядей, мы подошли к лесу, он снял с себя резиновые сапоги, выпил пол, 250 грамм водки, бутылочки такие, помните, были маленькие, вот 250 граммовые, это четвертинка она называлась, по-моему. Вот, значит, и пошел босиком по тропинке, по тропинке лесной, я ему говорю, дядя, а слушай, а если сейчас змея тебя возьмет и укусит, это же маленькая тропинка, там вот папоротник растет, вот, а он посмотрел на меня так и говорит, а я ее вот так вот ногой шелыгну, и она полетит метр на три. И после этого я змея не боялся. Знаете, чем можно объяснить поведение сталкера, например, тем, что он какого-то паразита подхватил, и он работает агентом зоны теперь. Это можно и политически трактовать, и, так сказать, как сайфай, что он просто, да, он водит корм туда, и всем этим плешем туда таскает людей, и все, ловит их на приманки. А роль этих вот всяких этих вещей – это приманка в основном. Возможно, зона их производит в неограниченном количестве, просто делает, потому что люди ей нужнее, чем все остальные. Нет, Сергей, если бы он их туда как корм водил, то у него бы репутация была соответствующая, и к нему бы не обращались товарищи. А так, да, он вирус зоны подхватил, это как бы вот такое бытие, то есть многомерное, меняющееся, в котором он живет. Там репутация у них у всех, я так понимаю, дай боже, у этих товарищей. Поэтому как бы один раз вот такой вирус подхватываешь, и уже все, обратно дороги нету. Это уже всегда с тобой будет, даже если ты отказываться будешь тут. Сложность, есть такая опасность, да, либо вот жить, как эти два товарища, каждый по-своему, либо вот вирус подхватывать, и никуда тут не денешься. А спиртохоза, да, как это, крысы заболевают, и бегут прямо на кота, не боятся кошек. Ну, если их много, они с котом расправятся, если нет, то наоборот будет. Я, кстати, видел однажды, как вороны кошака загоняли, это вообще, конечно, жесть была. Мы в итоге их отогнали, взяли этого кошака, и, в общем, увезли, в безопасное место отнесли. Он реально просто под машиной сидел, а вороны там на всех остальных машинах рядом сидели, он только высунется, они раз его клюнут. Одна, вторая, это кучи прямо сразу налетали, как собаки буквально. Вот я удивился просто такому поведению птиц. Он там, бедняжка, сидел. Я такой наблюдал. Да, мы взяли этого кошака, как бы вытащили, унесли его в соседний двор, там выпустили где-то его. Он убежал, он вообще такой напуганный был, у него глаза круглые были тоже. Так что, ну, надо как бы иметь в виду, что такое. У людей тоже, кстати, такое бывает.